Евреи. Евреев, притворно делающихся христианами, в общении церковь не принимать, детей их не крестить и не позволять им покупать или приобретать раба из христиан, а принимать евреев только с искренней верой обращающихся и торжественно отвергающих еврейские обычаи и дела. 7 Вселенский 8 Избрание и рукоположение епископа Епископа должны поставлять два или три епископа, апостольская 1, карфагенская 60, а впрочем наиболее прилично всем той области епископам. 1 Вселенский 4, 7 Вселенский 3 или собору Антиохийский 19, 23, Ладикийский 12. Если все соберутся до избрания, то лучше Антиохийский 19. Но если это неудобно, то по крайней мере трое должны собрать, а отсутствующие изъявить согласие по средствам грамот. 1 Вселенский 4, 7 Вселенский 3, Антиохийский 19. Избрание должно быть в присутствии митрополита, который созывает других епископов в своей области на собор грамотами. Антиохийский 19. Утверждает избрание 1 Вселенский 4. И тогда совершается рукоположение 1 Вселенский 4. 4 Вселенский 28, 7 Вселенский 3, карфагенский 13. Поставление, соделанное вопреки сему, не имеет силы. Антиохийский 19. И поставленный без соизволения митрополита не должен быть епископом. 1 Вселенский 6. Ежели случится одному епископу замедлить, как поступать. Сардийский 6. Случай разногласия превозмогает мнение большего числа избирающих. 1 Вселенский 6, Антиохийский 19, карфагенский 3. Особенно в отношении к всему постановлению. Карфагенский 61. Всякое избрание его епископа, делаемое мирскими начальниками, не действительно. 7 Вселенский 3. И кто употребит мирских начальников, чтобы через них получить епископскую власть в церкви, тот должен быть извержен и отлучен. И все сообщающиеся с ним, апостольские 30. Равно не действительно поставление, ежели какой епископ поставит преемника себе в достоинство епископа, кого хочет сам. Апостольская 76, Антиохийская 23. Рукоположение не должно быть откладываемо далее трех месяцев, кроме неизбежной нужды. 4 Вселенская 25, Карфагенская 89. Не должно поставлять епископа к такой церкви, которой епископ жив. Двукратный 16. Даже в село или малый город, разве только тот город умножится числом людей, а должно поставлять в те города, где прежде были епископы. Сардийский 6. Не должно поставлять епископа и к такому городу, который прежде не имел его, разве согласие местного епископа. Карфагенский 64, 67, 111. Рукополагающие должны внушать рукополагаемому епископов постановление соборов, дабы не поступали вопреки определениям собора. Карфагенский 25. Качество епископов. Во епископа должны быть поставляемы люди с давнего времени, испытанные в слове веры и в житии сообразным правому слову. Ладийский 12, 7-й вселенский 2. Сделавшие всех находящихся в доме своем православными христианами. Карфагенский 45. От езистского жития недавно пришедшего или от порочного образа жизни обратившегося не должно вдруг производить его епископа. Апостольская 80, 1-й вселенский 2. Мирянам и лимонахам должны... Мирянин и лимонахам должны восходить на высоту епископства по испытаниям в низших церковных степенях. Сардийский 10, 2-й вселенский 17. Совершивший невольное убийство. Григорий Низкий 5. Глухой, слепой не может быть епископом. Апостольская 78. Но одноокий и в ногах поврежденный может. Апостольская 77. Епископ должен быть безбрачен. 6-й вселенский 12. Качество обязанностей епископа. Епископу неопустителен должно быть при делах церковных. Апостольская 81. Должно удерживать священно-начальственное попечение с духовной крепостью. Послание 3-го собора. Епископу принадлежит управлять своей епархией с приличествующей осмотрительностью, поставлять пресвятеров и диаконов, совершать мира, свящать дев и разбирать все дела с рассуждением. Антиохийский 9, Карфагенский 6. Возвращать овцу заблудший и зеленый змеем врачевать. 6-й вселенский 102. Рукополагаемым в степени притчицы предварительно внушать постановление соборов. Карфагенский 25. Епископ должен получать сведения о служителях церковных и иметь о них список со значением, кем, кто определен и как живет. Василий 89. Должен во все дни, особенно же в дни воскресные, учить клир и народ благочестию. Апостольская 58. 6-й вселенский 19. На основании Писания и преданий Богоносных Отец. 6-й вселенский 19. А Писание и изъяснять так, как изложили учителя церкви в своих писаниях. 6-й вселенский 19. Должен вразумлять неблагонравного наставлениями и увещаниями, иногда же и церковными эпитемьями, а не устремляться на него с бичами и ударами. Двукратный 9. Апостольский 27. Должен возносить в молитвах имя своего областного епископа или митрополита. Двукратный 14. Епископа не поставлять вину, если он, по неведению, поставит во пресвитера или диакона недостойного. Феофил 3.5. Ограничение епископской власти. Всякая епархия должна сохранять без стеснения принадлежащие права, и никто из епископов не должен простирать власть на иную епархию. 3-й вселенский 8, антиохийский 9, карфагенский 64-67. Не должен в непринадлежащем ему городе учить всенародно. 6-й вселенский 20. Особливо к унижению местного епископа в Сардийске 11. Не должен переходить самовольно из своей епархии в другую, и там рукополагать и устроять церковные дела, до него не принадлежащие, разве будет на то определение собора, апостольской 14, или согласие местного епископа, анкирский 13. Пришедший самовольно должен быть возвращен к своей церкви, а распоряжения его должны остаться недействительными. Апостольская 14-35, 1-й вселенский 15, 2-й вселенский 2, 4-й вселенский 5, антиохийский 13, 21-22, Сардийский 1-2-3, карфагенский 59. Епископ не должен оставлять главное место своей кафедры и уходить к какой-либо церкви, в его епархии находящейся, карфагенский 82. Не должен упражняться более надлежащего в собственных делах и оставлять попечение в своем престоле, карфагенской 82. Не должен удаляться в свои владения от своей епархии более трех недель. И то в каждое воскресенье быть в ближайшей церкви, служить, но нечасто ходить в город, где есть епископ. Сардийский, 12. Закосневая же в ином месте более шести месяцев без важной причины, нужды, он теряет епархию, честь и достоинство. Двукратный, 16. Епископ не должен восхищать клириков и надлежащего области другого и рукополагать без согласия его епископа. Иначе его поставление недействительно. 1-й вселенский, 16. 4-й вселенский, 20. Карфагенский, 65. 91. 101. Сардийский, 15. Не должен удержать у себя клирика, отлучившегося от другой церкви. 6-й вселенский, 18. Не должен принимать запрещенных или изверженных другим епископом. Апостольский, 16. Антиохийский, 3. Сардийский, 13. Не должен принимать кого-либо из чужого монастыря и производить в клир или в игумена. Карфагинский 91 не должен отлучать кого-либо по пристрастию 1.5 7.4 не должен запрещать кому-либо служение по пристрастию 7.4 не должен заключать храма по пристрастию 7.4 не должен требовать от подчиненных себе денег или чего иного 7.4 не должен изводить со степени по одному подозрению от наушничества и злословия, Феофил 6, не должен отлучать от общения клирика, который сказал ему какой-либо свой грех наедине, а на суде не признается, Карфагенский 147, не должен разделять область при посредстве мирских властей на две, чтобы получить имя митрополита, 4, 12, не должен внимать суетным нареканиям, Феофила 6, не должен поставлять на свое место кого-либо из родственников или кого-либо по пристрастии, Апостольская 76, Антиохийская 23, не должен ходить за море, то есть в Рим, разве только с разрешением областного епископа, Карфагенский 32. Разные случаи, епископу, не принявшему своей епархии не по своей воле, оставаться епископом, но не вмешиваться в дела той церкви, в которой живет, а ожидать определения о себе совершенного собора. Апостольская 36, Антиохийский 18. Епископы по причине варварского нашествия, не приявшие своей епархии, пользуются всеми правами своей власти над онами. 6.37. Епископа, претерпевшего в своей епархии гонения или неправедно изверженного и пришедшего в военный град, принимать с дружелюбием, Сардийский 17. Епископу оставшему епархию по болезни иметь имя и честь епископа, но не рукополагать, не занимать церкви и самовластно не священно действовать, а разве с позволения местного епископа. 3.3. Собора послания. Епископ, не приемлющий по печенью от церкви, которая поставлена, отлучается, доколе не приимет оного или доколе иной собор, не постановит об нем иного решения. Апостольская 36, Антиохийский 17. Епископ, переводимый с высшего престола на низший, сохраняет преимущество прежде занимаемого престола. 6.39. Младшие по рукоположению епископа должны отдавать преимущество старшим. Карфагенский, 97. 7. Епископы малых городов должны состоять в зависимости от епископов больших городов. Ладикийский, 57. 8. Епископ, имеющий у себя довольное число клириков, должен давать их епископу нуждающемуся. Карфагенский, 66. Рукописание отречения от управления вынужденного епископа страхом и угрозами – недействительность. Кирилл, 3. Епископ, отделившийся от митрополита или патриарха по их ереси, осужденный отцами, невинен – двукратный 15. Епископ, отрешенный по какой-либо вине от епископского действования, не должен занимать и пресвитерское место – 4-й вселенский, 29. Епископ, низведший в монашеское житие, не должен иметь архиерейского служения при мудрости. 2. Имущество епископа. Собственное имущество епископа должно быть известно окружающим его пресвитерам и диаконам. Апостольское 40, Антиохийский, 24. Пирики не должны расхищать Ионова по его смерти. 4-й вселенский, 22. И митрополиту не позволяется делать сие. 6-й вселенский, 35. Хотя бы покойный не дал отчета в расходах церковных. Кирилла, 2. Епископ имеет власть отдать свое имущество при смерти кому хочет. Апостольское 40, Антиохийское, 24. Впрочем, не должен делать наследниками неправославных еретиков и язычников. Карфагенское 31, 92. Епископия. Епископ должен иметь попечение о всех церковных вещах и распоряжать ими, яко назирающую Богу. Апостольское 38. Земель и угодья, принадлежащих епископий, он не должен продавать местным властям или иному кому. Но в случае их бесполезности может отдавать их клирикам или земледельцам. Если же властелину, потребив хитрость, перекупить землю клирика или земледельца, то продажа недействительная и проданная должно быть возвращено епископии. 7-й вселенский, 12. Никому из епископов не должно строить монастыри для себя к разорению своей епископии. В противном случае выстроенное присисляется к епископии как ее собственность. 2-й 7. Расхищение епископий и превращение их в обыкновенное жилище подвергает клириков извержению, а монахов и мирян отлучению. 7-й вселенский, 12-13. От пребывания епископа жены должны удаляться. 7-й вселенский, 18. Еретик, ересь. Что есть еретик? Василий, 1. Ересь предается анафеме. 2-й вселенский, 1. С еретиками вместе не молиться и не ходить на молитву в их сборище. Апостольская 45, 65. Ладикийский, 33. Не должно дозволять им присутствовать при священнодействии и в молитвах с верными. Тимофей 9. Не даже входить в дом Божий, ежели они закосневают в ереси. Ладикийский, 6. Не должно принимать от них жертвы. Апостольская 46. Ни праздничных даров. Ладикийский, 37. Ни благословения. Ладикийский, 32. Не праздновать с ними вместе. Ладикийский, 37. Не должно ходить на кладбище еретиков или в так именуемые у них мученические места для молитвы и врачевания. Ладикийский, 9. Не должно принимать их во свидетельство против епископа Эклира Апостольской, 75. Второй вселенский, 6. Браком с ними не совокупляться, разве при обещании перейти в православную веру. Четвертый вселенский, 14. Шестой вселенский, 72. Ладикийский, 10. 31. Карфагенский, 30. Рукоположные еретиками не могут почитать с истинно рукоположными. Апостольская, 68. С еретиками должно обращаться кротко, дабы тем привлечь их к покаянию. Карфагенская, 77. Ежели кто из них покается при смерти, должно принимать, но с испытанием. Василий, 5. Против мистовства еретиков надобно просить помощи у царей. Карфагенский, 104. Жена. Ни пресвитер, ни диакон, ни иподиакон не должны быть лишаемы общения с законной женою. Шестой вселенский, 13. Священники, удаляющиеся от своих жен под видом благочестия, не должны уже и жить с ними. Шестой вселенский, 30. Честная супружеская жизнь не препятствует мужу быть священником и диаконом. Шестой вселенский, 13. Священников, диаконов и подиаконов и всех прикасающихся святыни в воздержании от жен. Карфагенский, 4, 34, 81. Шестой вселенский, 13. Жена производимого воепископа должна вступить в отдаленный монастырь, где должна пользоваться содержанием его и может быть произведена в деканице, если достойно. Шестой вселенский, 12, 48. Жена не должна оставлять своего мужа, гнушаясь брака. Гангарский, 14. Оставленная должна быть безбрачна. Василий, 48. Жены во время божественной литургии должны молчать, а учение дома спрашивать мужей. Шестой вселенский, 70. Жен, прелюбодействовавших, не должно делать явными, но дозволять стоять им с верными без приобщения, доколе исполнится время покаяния. Василий, 34. Жену, жившую в целомудрии и в плену поруганную, должно допускать до общения. Григорий Нейкисарийский, 2. Заклинатель. Непроизведенным от епископа не должно делать заклинаний ни в церквах, ни в домах. Ладий Кийский, 26. Затворничество. Допускается по трехлетнему искусству в монастыре и должно быть постоянно. Шестой вселенский, 41. Завеса церковная. Не усвоять ее на домашнее употребление. Апостольское, 73. Двукратный, 10. Защищение. Защищающий от наказания клирика, осужденного судом епископов, подвергается или денежному взысканию, или лишению чести. Карфагенский, 73. Зрелища. Возбраняются. Шестой вселенский, 24, 51. Карфагенский, 18. Особенно в продолжении восьми дней Пасхи. Шестой вселенский, 66. Карфагенский, 72. Клирик, призванный на брак или на пиршество, при появлении игр или позоришных представлений, должен удалиться. Шестой вселенский, 24. Ладикийский, 54. Дети священников не должны не представлять, не смотреть мирских позорищ. Карфагенский, 18. Желающие оставить занятия позорищными играми, не принуждать к ним вновь. Карфагенский, 74. И не лишать благодати примирения. Карфагенский, 55. Игра. Никто из мирян и клириков не должен предаваться игре предосудительной. Шестой вселенский, 50. А епископ, пресвитер и диакон не должны предаваться никакой игре. Апостольская, 42. Игумен. Игумен, пресвитер, в своем монастыре поставляет Стеца, 7-й вселенский, 14. Игумен, в сужой епархии, производство недействительно. Карфагенский, 91. Пожертвовать или имение и усадьб монастырю не может без воли епископа поставить сам себя или другого игумена. Двукратный, один. Идол. Для истребления идолов и остатков идолослужения прибегать к помощи царей. Карфагенский, 69, 95. Идоложертвовать. Пресвитер и диаконы, идоложертвовавшие, но потом возобновившие подвиг за веру, не лишаются чести седалища, но священодействия не совершают. Анкирский, 1, 2. Кто при исповедании себя христианином по принуждению или против воли принял в руки что-нибудь идоложертвенное тот исповедник. Анкирский, 3. Петр Александрийский, 14. Разные эпитемии для участвовавших в идоложертвовании или идоложертвенном по различию их вины. Анкирский, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Идолослужение. Кто оставив Христа, упражняется в тайном идолослужении «Анафема». Ладийкийский, 35. Избрание. Избрание в церковной степени не должно быть в присутствии слушающих. Ладийкийский, 5. Производимое мирскими начальниками недействительно. Седьмой вселенский, 3. Извержение из клира. С изверженным из клира не должно молиться. Апостольская, 11. Изверженный из церкви епископ Пресвитер и Редиакон правильно изверженный, ежели начнет снова совершать прежнее служение, извергается из церкви. Апостольская, 28. И лишается права апелляции. Антиохийский, 4. Приемлющему извержение наказания карфагенской девичьей. Изображение. Изображение, обаяющее зрение и производящее воспламенение нечистых удовольствий, непозволительно. 6. 100. Икона. Почитать честные и святые иконы должно. Догмат Седьмого Собора. Иисуса Христа, Бога нашего, не должно представлять на святых иконах в виде агнца, а в виде человеческом. 6. Вселенский, 82. Писание против честных икон причисляется к еретическим книгам. 7. Вселенский, 9. Исповедник. Кто исповедник? Петр Александрийский, 14. Исповедником, принявшим против воли нестида ложертиной, не возбраняет сообщение и возведение священной чин. Анкирский, 3. Истечение. Естественное, ночное истечение не есть грех Афанасий Комуну. Правило касательно сегодня Ниси 4, Тимофея 12. Кающийся. Истинно, кающихся должно принимать 6.43. Разная степень эпидемии для кающихся. Кладбище. На кладбище еретиков, называемого у них местами мученическими, верным не должно ходить для молитвы или врачевания. Ладикийский, 9. Клир, клирики. Что такое клирики? Клирики, суть, все служащие при церкви. Василий, 51. Могут быть избираемы и измерян. 6.33. Сорковное правило для всех, принадлежащих клиру. Василий, 89. Качество клириков. Непорочность. Первый вселенский, 9. Испытанная. Василий, 89. Клириками или вообще в списке священного чина не могут быть злоречивые, пьяницы, склонные к ссорам. Василий, 89. Берущие лихву, рост и приобщающие к своему имени чужое. Григорий Низкий, 6. Впадшие в любодеянии. Феофил, 3.6. Покрещение двубрачное или наложница, имевшее. Апостольское 17. Василий, 12. Имеющие вдову или отверженную от супружества, или блудницу, или позоричную. Апостольское 18. Имевшее в супружество до обращения в христианство, двух сестер или племянницу. Апостольское 19. Впрочем, ежели по крещению не остаются в таковом супружестве, то могут быть терпимы в Клире. Феофил, 5. Обладаемые демоном. Апостольское 79. Муж же не прелюбодейцы. Впрочем, ежели жена его впадет в грех после его рукоположения, то он должен развестись с нею, иначе не должен касаться порученного ему служения. Некий Сарийский 8. Сам себя оскопивший. Апостольское 22. Рад без согласия своего господина. Апостольское 82. Падший в Арианское нечестие, привлекший туда других. Афанасий Курфину. Не возбраняется быть принятым в Клир. Против воли нести и доложертвенной, приявшим Анкирский 3. Прежде крещения и доложертвовавшим Анкирский 12. Вступившим в незаконный брак до крещения, если жена его умрет, или он разведется с нею. Теофил 4. Тяжкими мучениями, насильно привлеченным к нечистой жертве. Петр Александрийский 14. Подчиненность епископу. Клирики, находящиеся при богодельнях, монастырях и храмах мученических, должны быть под властью епископа. 4. Селенский 8. Сардийский 14. Они должны повиноваться ему, когда он по нуждам церкви хочет возвести их на высшие степени. И нас все они не должны служить и в том степени, из которого они не хотели возведения на высшую степень. Карфагенский 10. Досадившие епископу и строящие ковы ему извергаются. Апостольская 55. 4. Селенский 18. 6. Селенский 34. Никто из Клира не должен оставлять в своей церкви и переходить к другой без увольнительной грамоты от своего епископа. Апостольская 15. 6. Селенский 17. Антиохийский 3. Сардийский 16. Клир неучащий людей покорности поставленному епископу отлучается. Апостольская 36. Обязанность Клира. Принадлежащие Клиру должны прилежать к Божьей служению. 4. Вселенский 3. И учить отроков и домашних истинам Божественного Писания. 7. Вселенский 10. Почему никто из них не должен входить в распоряжение мирскими делами. 4. Вселенский 3. 7. Вселенский 10. Или мирские начальственные должности. Двукратные 11. За исключением только попечения по повелению епископа о сиротах или беспомощных. 4. Вселенский 3. Брать на откуп имение. 4. Вселенский 3. Карфагенский 19. Вступать в воинскую службу и вообще в мирской чин. 4. Вселенский 7. Давать себя по рукою за кого-либо. Апостольское 20. 5. Держать в доме женщину, кроме матери, сестры, тетки или чуждой всякого подозрения. 1. Вселенский 3. Василий 88. Содержание клира. Служащие алтарю от алтаря питаются. Апостольское 41. Но должны довольствоваться тем, что дает приносящий. 6. Вселенский 99. Для своего пропитания могут трудиться, но не должны доставать пропитание занятиями бесчестными и презрительными. Карфагенский 19. Например, держать корчемницу. 6. Вселенский 9. Торговля и низкая своекорыстия чуждость церковного обычая. 7. Вселенский 15. Никто не должен определяться к двум церквам. 7. Вселенский 15. 4. Вселенский 10. Не переходить от одной церкви к другой из корыстолюбия. 4. Вселенский 5. 20. А разве по недостатку в людях для замещения церковных мест? 7. 15. И послухи лишения своего отечества. 4. Вселенский 20. Никто из Клира не должен ходить в города, и особо в столицы, и там отправлять богослужения в домашних молитвенницах. 7. Вселенский 10. Живущих там без причины и без поручения своих епископов удалять. 4. Вселенский 23. Имущество Клира. Клирик, никакого стяжания не имевший, не получивший подару или наследие, если купит на свои имя земли или угодия, посчитается похитителем стяжаний Господних. 5. Карфагенская 41. Клирики из своего имения не должны ничего усвоять неправославным. Хотя бы они были их родственниками. 5. Карфагенская 31. Наказание за тяжкие грехи. Клирики, согрешившие грехом смертным, низводятся со своего степени, но не лишаются причастия святых тайн. Василий 32, 51. Клирики разбойников, взаимно поражающие, и не извергаются со своего степени. Василий 55. Клятва. Клятва, возбраненная и особенно назло. Василий 29. Давших клятву не принимать рукоположение, не принуждать нарушать клятву. Василий 10. Два образца для разрешения от клятвы. Василий 10, 17. Клятва преступления. Священнослужители и клирики, обличенные в клятву преступления, извергаются от священного чина, но не отлучаются от общения церковного. Апостольское, 25. Неревениму клятву преступнику запрещается причастие на 10 лет. Василий 64. А невольному на 6. Василий 82. В церкви не должно читать книг, неопределенных правилом. Ладикийский, 59. Карфагенский, 33. Книги чтимые, святые, канонические, божественные и богодухновенные. Апостольский, 85. Ладикийский, 60. Афанасий о праздниках. Стих Григорий Богослов и Амфилохии. К таковым каноническим книгам никто не должен ничего прилагать и ничего отнимать от них. Афанасий о праздниках. Книги, не введенные в закон, назначенные отцами для чтения, но вступающим, желающим оглашаться словом истины. Афанасий о праздниках. Книг Нового Ветхого Завета и Святых Проповедников не позволяется повреждать или изрезывать, или предавать для истребления. Шестого Вселенского, 68. Карчемница. Священнослужителю, клирику и монаху не входить в карчемницу под опасением отлучения. Апостольский, 54. Разве только по необходимости, именно для наследия или отдыха в пути. Карфагенский, 49. Тем паче не позволяется содержать карчемницу. Шестой Вселенский, 9. Никто не должен поставлять карчемницы внутри священных оград. Шестой Вселенский, 76. Крест. Животворящему кресту должно воздавать подобающую честь и не начертывать его на земле. Шестой Вселенский, 73. Крещение. Образ крещения. Крещение должно совершать по Господню учреждение во Отца и Сына и Святого Духа. Апостольская, 49. Тремя погружениями. Апостольская, 50. Обязанности крещаемых. Готовящиеся к крещению должны обучаться вере и в пятый день с седмицы давать ответ епископу или пресвитеру. Шестой Вселенский, 78. Ладикийский, 46. Принявшие крещение в болезни по выздоровлению должны изучить веру. Ладикийский, 47. Крестившиеся должны ощущением жития приближаться к Богу. Шестой Вселенский, 96. Разные правила относительно крещения. От языческого жития, недавно приступивших к вере, не должно скоро приводить к духовной купели. Первый Вселенский, 2. Ладикийский, 45. Младенцы крещаются в отпущении грехов до через паки рождения, очистятся в них то, что они заняли от ветхого рождения. Отвергающие нужду крещения новорожденных. И утверждающие, что они от прародительского греха не заимствуют ничего, что надлежало бы омыть баню и паки бытия. Подлежат анафеме. Карфагенский, 124. Перекрещивание непозволительно. Карфагенский, 59. Апостольская, 47. Еретического крещения не должно принимать. Апостольская, 47. Василий, 1. И крещеных еретиками должно перекрещивать. Апостольская, 47, 68. Ладикийская, 8. Василий, 1. 2. Вселенский, 7. 6. Вселенский, 95. Крещение раскольников должно принимать. Василий, 1. Крещение должно совершать в церкви, а в молитвеннице дома. Только с позволения епископа. 6. Вселенский, 31, 59. Болящие, немогущие отвечать за себя, должны быть крещены, ежели по их изволению изрекут о них свидетельства другие. Карфагенский, 54. Имеющие в очреве крестить, ежели захочется. Некий сарийский, 26. Оглашенные седьмилетние отрача или совершеннолетний, по неведению приобщившийся, должен быть просвещен крещением. Тимофей, 1. Без выемого, не освободившегося, не крестить. Но при исходе жизни крестить. Тимофей, 2. Оглашенного, лишившегося здравого ума в болезни, можно крестить, ежели не искушается от духа нечистого. Тимофей, 4. Жена оглашенная, ежели ко дню крещения приключится ей обычной женам, не крестить, доколе не очиститься. Тимофея, 6. Не крестить вновь лишенных санов священнослужителей для нового производства. Карфагенское, 36. Гровь животных не должно вкушать. Шестой вселенский, 67. Купностояние, это четвертая степень эпитемии для кающихся. Кающийся стоит вместе с верными и не выходит с соглашенными, но не причащается святых тайн. Григорий Никитарийский, 12. Литургия, священно действие алтаря, святое таинство. Божественная литургия должна быть совершаема неядшими. Шестой вселенский, 29. Карфагенский, 50. 58. Четыре десятницу должно совершать полную литургию в субботу, в день воскресный и в праздник Благовещения. А в прочие дни токма литургии прежде священных даров. Ладий Кийский, 49. Шестой вселенский, 52. Арианам и другим еретикам не позволяется присутствовать при божественной литургии, если не обещается оставить и ересь. Тимофей, 9. Некоторое описание древней литургии. Ладий Кийский, 19. Литина. Христианам не должно носить литин. Шестой вселенский, 62. Любостяжание и чужое присвоение подлежит отчуждению от церкви Божией. Григорий Некисарийский, 3. Посему должно удерживать похоть любостяжания, карфагенский, 5. И врачевать словом мучения и расположением виновного к раздаянию имения нищим. Григорий Низский, 6. Время нашествия варваров почитать для себя временем корысти, свойственно людям богоненавистным. Григорий Некисарийский, 3. Мирное письмо. Убогим для удостоверения их бедности должно ходить с мирными церковными письмами. 4-й вселенский, 11. Митрополит, епископ, начальствующий в области, называется митрополитом. 1-й вселенский, 4-й вселенский, 6-й, 4-й вселенский, 28-й, антиохийский, 19-й или экзархом, 4-й вселенский, 17-й. «Епископы каждой области должны почитать его, яко главу, ничего превышающего власть их не делать без его рассуждения, и возносить имя его в молитвах». Апостольская, 34, антиохийский, 9, двукратный, 14. Они имеют попечение своей стране, антиохийский, 9, созывают местный собор, антиохийский, 19, утверждают избрание епископа, 1-й вселенский, 4, и с епископами своей области поставляют его, 4-й вселенский, 28. Может взять клириков подвластного себе епископа и посвятить его в диакона, пресвитера и епископа, требующий церкви, карфагенский, 66. «Без него разрешения подведомые ему епископы не должны ходить за море», карфагенский, 32. «Он должен возносить на молитве имя своего патриарха, двукратный, 15. «Не должен называться верховным священником», карфагенский, 48. «Не простирать своей власти далее пределов своей области», 2-й вселенский, 2, 3, 8. «Ничего не должен делать без рассуждения или согласия епископа в своей области», апостольская, 34, антиохийский, 9. «Областного епископа поставляют епископы области», сардийский, 6. «Судят его епископы той же области с митрополитами окрестными», 3-й вселенский, 1. «Город, находящийся под областным митрополитом царской грамоты, наименованный митрополиейю, должен довольствоваться только честью», 4-й вселенский, 12. «Мирянин». «Мирянину непозволительно учить народ и брать на себя учительское достоинство», 6-й вселенский, 64. «Входить внутрь священного алтаря, кроме лишь лиц царского достоинства», 6-й вселенский, 69. «Преподавать себе божественные тайны, когда есть священнослужитель», 6-й вселенский, 58. «Миряне, не подчиняющиеся своему епископу, подлежат отлучению», 4-й вселенский, 8. «Кто из мирян, пренебрегши по велении Божие и царские, дерзнет бить или заключать в темнице епископа, тот подлежит анафеме», премудрость, 3. «Многобрачия». «Многобрачия» — дело скотское и тягчая блуда, Василий, 80. «Эпитивия многоженцам», Василий, 40 и 80. «Молитва». «Входящие в церковь должны пребывать на молитве до конца», апостольское 9, антиохийское 2. «Какие совершать молитвы?» — Карфагенское, 116. «Должны быть совершаемы молитвы, утвержденные на соборе, собранные просвещеннейшими». Карфагенское, 116. «Кто говорит, что в молитве Господне оставь нам долги наши святые, говорят не потому, что они грешны, а по смирению?» «Анафема» — Карфагенское, 130. «Клевики должны возносить на молитвах имя своего епископа» — двукратный, 13. «Епископь имя своего митрополита» — двукратный, 14. «Митрополит имя своего патриарха» — двукратный, 15. «Молиться за отпадших от веры и после обратившихся не вредно ни для кого». Петр Александрийский, 11. «Кто бывший вне себя поднял на себя руки, за того может быть молитва и приношение». Тимофея, 14. «Молитвенный дом не должен быть созидаем без воли епископа», 4. «И ежели нет ввиду потребного к совершению», 7. 7. «Монастырь». «Созидание монастырей и зависимость их от епископа». «Созидание монастыря есть дело важное и достохвальное, но не должно быть без разрешения епархиального епископа», 4. «Вселенский 4» — двукратный, 1. «И бесподобающие молитвы» — двукратный, 1. «Освященный монастырь не должен делаться мирским жилищем», 4. «Вселенский 24» — 6, 49. «Монашествующие должны быть в подчинении у епископа Града, а он пищись о монастырях», 4. «Вселенский 4» — 8. «Положение монастырей в отношении друг к другу». «Не должно быть монастырям двойным», то есть мужескому и женскому вместе, 7. «Вселенский 20» — 20. «Имущество монастыря». «Имущество, принадлежащее монастырям, должно сохранять» — 4. «Вселенский 24» — 6, 49. «Монастырских земель и угодий не должно продавать». «В случае бесполезности земель можно отдавать их клирикам, а перекупленное от них должно возвращать монастырю». 7, 12. «Монастыри, расхищенные и превращенные, должны быть восстановлены». 7, 12, 13. «Вещи и деньги, посвящаемые Богу, приходящими в монастырь, должны быть по обещанию их, посвящаемы Богу. «Прибудет ли принесшее в монастыре или выйдет» — 7, 19. «Все, принадлежащие монастырю, должно вносить в книгу» — двукратный один. «Пожертвовавший имущество монастырю не может ни передавать его, ни распоряжаться им» — двукратный один. «Монашество» — «принятие в монашество» — «никакой прежний образ жизни не препятствует христианину вступить в монашество» — 6, 43. «Прилепляться Богу через удаление от молвы житейской весьма спасительно» — 6, 40. «От поступающего в монашество должно принимать обет девства» — Василий, 19. «Но с испытанием» — 6, 40. «Возраст для обета» — 6, 40. «Василий, 18. «Игумен, подстригающий прежде трехлетнего испытания, должен быть лишен игуменства, а приявшее монашество прежде срока должен быть в одном-другой строгий монастырь» — двукратный пять. «Терехлетний срок искусства может быть сокращен по причине тяжкой болезни или человека, который в мирском одеянии провождал жизнь монашескую» — двукратный пять. «Никого не сподоблять монашеского образа без присутствования при всем лица, должностную еще принять его к себе в послушание» — двукратный два. «Священнослужитель, приемлющий в монашество за деньги, должен перестать или быть извержен, а игумен — не священнослужитель, и игумене должна быть изнанной из монастыря и преданной в другой в послушание» — 7, 19. «Не должно принимать в монашество раба без воли его господина» — 4, 4. «Образ монашеской жизни». «Образ монашеской жизни досточтим» — двукратный четыре. «Монашествующие должны соблюдать безмолвие» — 4, 4, 7, 22. «Не выходить из монастыря без нужды и без благословения настоятеля, не ночевать вне монастыря» — 6, 46. «Должны пребывать в тех местах, в которых отреклись от мира» — 4, 4. «Путешествующему монаху оказать странное приимство, но не должно принимать его в другой монастырь без воли его игумена» — 7, 21. «Под страхом отлучения от общения церковного» — 2, 4. «Епископ каких-либо монахов, свидетельствуемых в благочестии, властен перевести в другой монастырь для благоустройства, или же послать кого из них в мирской дом ради спасения живущих в нем» — 2, 4. «Монахам не ходить в гостиницу или корчевницу, кроме нужды в путешествии» — 7, 22. «Ладикийский, 24. «Монахи не должны вмешиваться ни в церковные, ни в житейские дела, разве кому сие дозволено будет от местного епископа по необходимой надобности» — 4, 4. «Или когда епископ города поручит кому из них попечение о церковных делах или о сиротах и беспомощных» — 4, 3. «Долго проживающие в городе, особенно в столице, без поручения от епископа, должны быть высылаемы к своим местам» — 4, 23. «Не должны вступать в воинскую службу мирские чины» — 4, 7. «Монахи и монахини не должны жить в одном монастыре, не беседовать друг с другом наедине. Монаху не спать в женском монастыре и не есть вместе с монахинией наедине. Приносимые мужчины и к монахиниям принимать их игумении — старые монахинии, за ограды монастыря. Монах с монахинией родственницы может беседовать в присутствии игумении» — 5, 7, 20. «Женщинам не спать в мужском монастыре» — 6, 47. «Не быть женщиной в мужском монастыре для служения» — 7, 18. «Эпитемии за тяжкие преступления монахов» — «Монах, вступивший в брак, подлежит эпитемии блудодействующих» — 6, 44, Василий — 19, Анкирский — 19, или «прелюбодействующих» — Василий — 60. «Епископ может оказывать таковым человеколюбие» — 4, 16. «Имущество монахов и монахинь» — «Монахи не должны иметь ничего собственного». «Они имеют свободу завещевать о своем имении прежде вступления в монашество и передавать его на и кому хотят. Но по вступлению их в монашество монастырь имеет власть над всем их имуществом». «От усвояющего нищего себе егумен или епископ властен взять стяжание и в присутствии многих продав раздать нищим. Кто же положил в своем сердце утаить свое стяжание, того должно вразумлять приличной эпитемией двукратной 6. 5. Настоятель монастыря, не взыскивающий отбегающих монахов и не трудящийся укреплять падших, должен быть отлучен от святых таинств» — двукратной 3. 6. Мужеложество. Эпитемия заонная. Василий 7, 62. Григорий Ницкий, 4. 7. Мученик. Осуждающий собрание в честь мучеников под клятвы. Гангрский, 20. «Память мучеников должно совершать только в тех местах, где есть или мощь, или некая часть мощей, или жилища, или стяжание, или место их страданий, или алтари, поставленные по сновидениям и суетным откровениям, должны быть отвергаемы» — Карфагенский, 94. «Впрочем, память мучеников в четыридесятницу совершать в субботы и в дни воскресные» — Ладикийский, 51. «Считать страдания мучеников в дни их памяти позволительно» — Карфагенский, 56. «Но повести о мучениках, лживо составленные врагами истины, предавать огню, принимающей он ее за истины, подлежит Анафеме» — Шестой Вселенский, 63. «Не должно ходить ко уже мученикам у еретиков» — Ладикийский, 34. «И на места, так называемые у еретиков мученические» — Ладикийский, 9. «Мясо» — «мясо с кровью или звероядиной, или мертвичиной не вкушать» — Апостольский, 63. «Кто осуждает едущего мяса с благоговением и верой, тот подклятвою» — Гангрский, 2. «Не едущие мяса для подвига воздержания не должны быть осуждаемы» — Апостольский, 51, 53. Анкирский, 14. Василий, 86. «Приношение мяса должно быть вне церкви» — Шестой Вселенский, 99. «Мира» — Миропомазание. «Совершение мира не должны творить пресвитеры» — Карфагенский, 6. «Просвещаемые покрещения должны быть помазуемы небесным помазанием» — Ладикийский, 48. «Какие из еретиков должны быть присоединены при обращении к православной церкви посредством миропомазания» — Второзаконие. Второй Вселенский, 7. Шестой Вселенский, 95. «Напутствие или пресещение при конца жизни должно быть преподаваемо всякому отходящему желающему соиспытанием епископа» — Первой Вселенский, 13. «То же касательно находящихся в опасности жизни» — Карфагенский, 7, Григорий Ниский, 5. «Неволя» — Бессиловей содержать в неволе христиан, убежавших из плена от варваров. Григорий Никисарийский, 7. «Неповиновение» — Непокорных с церковным увещанием и эпитимиям должно предавать суду гражданского правительства. Двукратный, 9. «Новость» — не должны быть вводимы новости вопреки писаниям и церковным правилам. Гангерский, 21. Первый Вселенский, 2. «Нужда» — понуждение другим побуждениям человеков. Многое происходило в древние времена не по правилам церкви, «Но впредь ничего такого не должно быть». Первый Вселенский, 2. Общение. Общение с церковью и с верными бывает несовершенное только в молитвах и совершенное в причастии святых тайн. Анкирский, 5, 6, 7, 8, 9. «Епископы и прочие клирики, находящиеся под судом, бывают вне общения». Карфагенский, 90, 98. Обида. «Причиняющие другим обиду отлучать от церкви, доколе не пристанут». Феофил, 14. Обед. «Должно воздерживаться от безрассудных обетов. Каков обед не есть свиного мяса?» Василий, 28. «Обед признается действительным только тех, которые достигли совершенного разума». Василий, 18. «Мужи и жены, давшие обед девству и нарушившие его, подлежат эпитемии». Василий, 19. Анкирский, 19. Шестой Вселенский, 44. Василий, 18, 60. «Оглашенный». «Оглашенному потребно время». Первый Вселенский, 2. «Между прочим, для того, чтобы изучить веру». Ладикийский, 46. «Об оглашенных должна быть молитва на литургии». Ладикийский, 19. «Все сделанное в житии оглашенных, прежде их оглашения, не подвергается истязанию». Василий, 20. «Но оглашенный, ежели согрешит, подвергается эпитемии». Некий Сарийский, 5. Первый Вселенский, 14. «Оглашенный, отращая ли совершеннолетний по неведении приобщившийся святых тайн, должен быть крещен». Тимофея, 1. «Оглашенный, лишившись болезни здравого ума, может быть окрещен, если не искушается от духа нечистого». Тимофея, 4. «Жена, находящаяся в очищении, не должно крестить, доколе не очистится». Тимофея, 6. «Оглашенный, не должен есть от приношений для бескровной жертвы». Теофил, 8. «Оглашенный, подвергнутый отлучению за грехопадение в случае смерти, должен быть удостоен крещения и пресещения святых тайн». Кирилл, 5. «Одежда». «Епископы и клирики не должны украшать себя пышными, светлыми, разноцветными одеждами и воскрылиями иного цвета». Седьмой вселенский, 16. Гангский, 21. «Клирики не должны носить неприличную одежду, ниже в дороге, но определенные для клира». Шестой вселенский, 27. «Кто посмевается, носящим простое и скромное одеяние, тот должен быть исправляем и пятимеёю». Седьмой, 16. «Суровые одежды не должны носить ради мнимого подвижничества, не осуждать тех, кои с благоговением носят шелковое одеяние и общепринятую одежду». Гангский, 12. «Мужчине не должно одеваться в женскую одежду, ниже в женскую, в мужскую». Шестой, 62. «Ниже ради подвижничества». Гангский, 13. «Алтарь, жертвенник». Антиохийский, 5. «Одним освященным позволительным входить во святой алтарь и там пресчать». Ладикийский, 19. «Но никому измерян, исключая лица царского достоинства». Шестой, 69. «Жене в алтарь не входить». Ладикийский, 44. «Алтари или жертвенники должны быть воздвигаемы с благословения епископа». Апостольская, 31. Антиохийский, 15. «Алтари, поставленные в полях и в вертоградах, будто бы в память москве и мучеников, рано построенные по сновидениям и суетным откровениям, должны разрушать о мятеже народа, выразумлять». Карфагенский, 94. «К алтарю не приносятся мед, молоко, сикера, птицы, животные, мясо и овощи, но приносятся вино, хлеб». Апостольская, 3. Шестой вселенский, 57. 99. Карфагенский, 46. «Илия для лампады, семиам». Апостольская, 3. «Начатки пшеницы или винограда для благословения». Карфагенский, 46. «Арарь». «Низшим церковным служителям не носить араря». Ладийкийский, 22-23. «Отлучение» бывает от святого причастия или от всех молитв. Анкирский, с 5 по 9. «Отлученный» от общения или запрещенное священнослужение, не должен до рассматривания дела присвоять себе общение». Апостольский, 14. Карфагенский, 28. 38. Василий, 88. «Молящийся с отлученными должен быть сам отлучен». Апостольская, 10. Апостольский, 2. «Народ приемлющего отлученного или запрещенного клирика отлучается». Василий, 88. «Если отлученный сокроет свое отлучение, то отлучение его должно продолжаться большее время». Апостольская, 13. «Отлученных епископом не может принять иной епископ, разве в случае смерти отлучившего или в случае разрешения своим епископом или собором». Апостольская, 32. 1. 5. Антиохийский, 6. «Клирик, отлученный своим епископом, отлучается, доколе не оправдается». Феофил, 4. «Отлученные своим епископом могут искать оправдание перед собором, и собор производит основательные исследования об отлученных». 1. Вселенский, 5. Антиохийский, 6. 20. Феофил, 4. «Отлученный в Африке и ищущий общение за морем в Италии извергается из клира». Карфагенский, 118. «Отлученный великим собором нигде не приемлется в общение». Премудрость, 1. «Отлученный сейчас исхода от жизни удостаивается при священии святых тайн, но в случае возвращения к жизни возвращается в прежнее положение». Григорий Низкий, 2. 5. «Отравитель». «Отравители приемлются в общении как убийцы через 20 лет». Василий, 7. 65. «Отрешение от веры от Христа. Кто из клира отрекается от Христа ради страха человеческого, тот должен быть отвергнут от церкви. А кто от имени служителя Христова, тот извергается из клира. Покаявшийся принимается, но мирянином. Апостольское, 62. Петр Александрийский, 10. По отречению от Христа произведенный в клир извергается, 1. Вселенский, 10. «Сделавшихся отступниками и принуждавших к отступлению от веры других принимать совершенное общение через 10 лет». Анкирский, 9. «Произвольно отрекшись от Христа и покаявшийся должен быть во все время жизни всеслед плащущих, а причащение сподобляется при конце жизни». Василий, 73. Григорий Ницкий, 2. «Тяжкими мучениями и страданиями, доведенные до отречения от Христа, принимаются, смотря по вине в общении или через 8 лет». Василий, 81. «Или по времени, назначенным для любодеев». Григорий Ницкий, 2. Петр Александрийский, 1. «По претерпении скорбей и смрадов темницы, отрекшейся от Христа и покаявшейся, принимаются в общение через 4 года». Петр Александрийский, 2. «Без всякого страдания, по малодушию и страху, отпадшие от веры, но после покаявшейся, принимаются в общение через 12». Первый вселенский, 11. «Через 11», Василий, 81. «Через 7 лет». Петр Александрийский, 3. «Отпадшие от веры и по отчаянию остающиеся нераскаянными, предаются вечному осознанию». Петр Александрийский, 4. «На притворно показавших себя не христианами, но не идола жертвовавших полагается покаяние шестимесячное». Петр Александрийский, 5. «Отступившие от веры для получения прежнего воинского чина и давшие за то деньги, отлучаются от пресчищения святых тайн на 15 лет». Первый вселенский, 12. «Рабы-христиане, поставленные господами вместо себя самих и доведенные угрозами своих господ до иложертвования и падения, подвергаются годовому покаянию». Петр Александрийский, 6. «Сами же господа, как за лицемерие, так и за принуждение рабов своих к иложертвованию, подвергаются покаянию на три года». Петр Александрийский, 7. «С теми, которые пали, но после сами вышли на подвиг, исповедовали себя христианами и были в темнице и в муках, должно иметь общение и в молитвах и пресчищении». Петр Александрийский, 8. «Должно иметь общение с теми, которые преждевременно вышли на подвиг, сами себе навлекли искушение». Петр Александрийский, 9. «Те из клира, которые пали, но потом возобновили подвиг, не могут быть в священнодействии, но остаются только в общении». Петр Александрийский, 10. «За тех, которые сами, ввергнув себя в кипящее гонение, по немощи плоти, не могли вынести тяжких мучений и пали, но после с раскаянием обратились. «Справедливо приносить молитвы и приношения». Петр Александрийский, 11. «Тем, которое дает серебро, дабы освободиться от злобы гонителей, не должно поставлять всего в вину». Петр Александрийский, 12. Деяние 17, 9, 10. «Оставившие все ради спасения души и бежавшие от гонителей не должны быть обвиняемы в том, что за них взяты другие». Петр Александрийский, 13. «Отречение от служения». «Рукописание отречения от служения, вынужденное страхом и угрозами, недействительно» Кирилла, 3. «Оцельничество». «Смирение и отцельничество достойно одобрения». Гангский, 21. «Пастырь. У принявшего пастырское водительство все попечение должно быть о том, чтобы заблудшую отцу возвратить и уязвленную змеему врачевать». 6-й вселенский, 102. «Память о усопших, о скончавшихся, должна совершаться литургиейю, а по нужде и кроме литургии молитвами». Карфагенский, 50. «Парамонарий». «Приставник для хранения священных мест». «Панамарь», 4-й вселенский, 2. «Патриарх». «Что определенно при святерах, епископах и митрополитах, то самое и наипаче приличествует патриархам». Двукратные, 15. «Пасха». «Не должно нарушать определение Никейского собора о праздновании Пасхи». Антиохийский, 1. «В праздник Пасхи не должно посылать святые тайны в иные приходы для благословения». Ладийкийский, 14. «День Пасхи возвещать через место блюстителей на соборе или через приписание под определениями собора». Карфагенский, 62, 84. «Не должно совершать Пасхи с иудеями прежде весеннего равнодействия». Апостольское, 7. Антиохийское, 1. «Пиршество». «Ни пирикам, ни мирянам не делать пиршеств, слагаясь». Ладийкийский, 55. «Должно ходатайствовать, чтобы воспрещены были языческие пиршества и игрища, особенно в одни святых мучеников и близ священных мест». Карфагенский, 71. Писание священное надлежит изъяснять согласно с писаниями святых Отец, 6 Вселенский, 19. «Все христиане, наипавшие священники, должны поучаться в Божественном Писании, 7 Вселенский, 2. Отписание не должно требовать буквальной точности, когда речение перевода хорошо выражает предмет, но не прилагает собственное значение слова еврейского». «Писание священного пирикам, 7 Вселенский, 22. «Писание священного пирикам, не позволительно есть с позоричными вымыслами, с сатанинскими песнями. Священникам не позволительно есть наедине с женами, а разве с некоторыми богобоязненными и благоговейными мужами и женщинами, дабы общение трапезы вело к назиданию духовному». «Писание священного пирикам, 7 Вселенский, 22. «Писание пленным христианам из рук язычников позволительно, если она не идола жертвенная». Григорий Некисарийский, 1. «Плач. Первая степень эпитемии для кающихся. Плач бывает вне врат молитвенного храма». Григорий Некисарийский, 12. «Плисание возбранено на позорище, 6 Вселенский, 51, 62. На браках, ларикийский, 53. Особенно же языческие писания в одни праздничные близ священных мест. Карфагенский, 71. «Подвижничество невозбраняемое и возбраняемое». Гангерский, 12, 21. «Порука. Никто из Клира не должен давать себя порукою». Апостольская, 20. Пост. «Восхятую четыридесятницу перед Пасхой, также в среду и в пяток, должно соблюдать пост». Апостольская, 69. Петр Александрийский, 15. «В день Господень, то есть воскресный, и в субботу, кроме субботы Великой, строгий пост воспрещается». Апостольская, 64. Гангерский, 18. «Похищение жен под видом супружества и содействия сьему осуждается», 4, 27, 6, 92. Василий, 30. «Похищающие жен должны возвратить и тогда быть принимаемы на покаяние». Василий, 22. Православный. «Дети клириков, рожденные от брака с иноверной и крещеной у еретиков, должны быть приводимы в общение с каполической церковью», 4-й вселенский, 14. «Дети клириков не иначе могут вступать в брак с лицом иноверным, разве они обещаются принять православную веру», 4-й, 14. «Православные члены клира свободны от подчинения отступающим от православия епископам», 3-й вселенский, 3, свечи, 2-х кратный, 15. «Правила». «Правила святых апостолов шести вселенских соборов и поместно собравшихся и от святых отцов изложенные всецело и непоколеблемо приемлем», 7-й вселенский, 1. «Никому не позволяется изменять их, отделять от них или принимать другие подложные», 6-й вселенский, 2. «Предания, установленные для нас писанием или без писания». Догмат 7-го святого собора, Василий, 91. «Преданные догматы имеют одинаковые силы с письменными», Василий, 91-92. Прелюбодеяние Означение лиц, считающихся прелюбодеями Прелюбодеем называется «совокупляющийся с чужой женою» Василий, 18. Григорий, низкий, 4. К прелюбодеянию относятся скота ложества и мужеложества Григорий, низкий, 4. Прелюбодействующими признаются муж, оставляющий жену и поемлющий другую, 6-й, 87, Апостольская, 48, Карфагенская, 115, Василий, 9-й, 77. Берущий в брачные сожжития обрученные другому, 6-й, 98. Взявший делу, посвятившую себя Господу, Василий, 18. Вступивший в брак по отнятию у него чужой жены, как виновной за первую, Василий, 37. Жена, оставившая мужа и вышедшая за иного, 6-й, 87, Карфагенский, 115, Василий, 9-й, жена отлучившегося мужа, сожительствующая иному прежде удостоверения о смерти его, 6-й вселенский, 93, Василий, 31. Жена воина, вступившая в брак во время безвестия мужа, 6-й, 93, Василий, 36. Дева, давшая обет чистоты Господу и потом нарушившая оный, Василий, 18, 60. Оставленный женой безвины, достоин общения с церковью, а она эпитемии, 6-й, 87, Василий, 35. Женам обычай повелевает удерживать своих мужей и неверных в супружестве. Муж, оставленный женой, достоин снисхождения, и сожительствующая с ним не осуждается, Василий, 9. Епитемия для прелюбодеев. Прелюбодеи приемлются в общении через 15 лет, Василий, 7, 58. И через 7 лет, ежели со слезами покаяться, 6-й вселенский, 87, Василий, 77, Анкирский, 20. Пресвитер. Поставление пресвитера. Пресвитер поставляется от одного епископа, апостольская, 2. Не прежде 30 лет, не о Кисарийске, 11, 6, 14, 15. Не прежде, как сделать всех находящихся в дому его православными, карфагенский, 45. Не вскоре покрещение, 1-й вселенский, 2. Не поспешно, а и по испытании, Сардийский, 10, 1-й вселенский, 9, Кирилл, 4. Отношение пресвитера к епископу. Пресвитер не должен пренебрегать своего епископа, 2-й, 14. Без воли своего епископа он не должен делать ничего, апостольский, 39, ладикийский, 15. Пресвитер, оставивший свой предел без воли своего епископа и переместившийся в другой, отлучается от общения, если не возвратится. Апостольская, 15, 1-й вселенский, 15, 16. А ежели он делает раскол, предрев своего епископа, а отдельно делает собрание, водружает иной алтарь, не обличивая епископа ни в чем противном благочестии и правде, то не извергается, как любоначальный, апостольская, 31, и предается анафеме, карфагенская, 10, 11, гамморский, 6, 2-й, 13. Пресвитер должен возносить имя своего епископа на молитвах, 2-й, 13. Он должен наблюдать за образом жизнью служителей церкви и доносить об них. Василий, 89. Обязанности пресвитера пастырские. Пресвитеру неопустителен должно быть при делах церковных. Апостольская, 51. Он обязан учить притств и людей благочестию. Апостольская, 58. А неблагонравных вразумлять увещаниями, а иногда церковными эпитемьями. Двукратный, 9. Подавать потребные нуждающимся из клира. Апостольская, 59. Не пресвящающийся без благословной вины должен быть отлучен. Апостольская, 8. Не принимающий порученного служения отлучается, доколе не приимет. Апостольская, 38. Кто не может быть пресвитером? Невольный убийца. Григорий Низкий, 5. Избранный мирским начальниками. Седьмой вселенский, 3. Смотри, клир. Престол, кафедра епископская. Епископу первого престола не должно именовать сверховным священником. Карфагенской, 48. Приношение. Святых даров в литургии. Святом приношении должно растворять вино водою, 6.32. Сие приношение должно совершать после подаяния взаимно друг другу мира, Ладийкийский, 19. Святого приношения в домах не совершать, Ладийкийский, 58. Священники должны преподавать народу приношения без присоединения винограда, 6. Силенский, 28. Приношения за самоубийц не творят, Тимофей, 14. Впрочем, кто поднял на себя руки, Был вне себя, за того творит приношение. Тимофей, 14. За отпавших от веры по причине тяжких мучений, Но после покаявшихся, Справедливо совершать приношение. Петр Александрийский, 11. Приношения, Остающиеся за употреблением нужного для таинства, Клирики разделяют между собою, И да не яст от них оглашенные, А только клирики и верные. Теофил, 8. Приношение плодов не должно быть приемлемо и раздаваемо без воли епископа. Ганг, 7, 8. Преподание, Третья степень эпитемии. Кающиеся, стоя внутри враг храма, Исходят вместе с оглашенными. Григорий Некисарийский, 12. Присоединение иноверных к православной церкви. Иноверные, смотря по их качеству, Присоединяются к православной церкви Посредством крещения и миропомазания. 1. Вселенский, 19. 2. 7. 6. 95. Ладийкийский, 7. 8. Василий, 1. 47. Приход. Находящиеся в селах или предградиях Приходы каждой епархии Должны неизменно оставаться под властью, Заведоваясь щихонами и епископов. 4. 17. 6. 25. Особливо, ежели они в продолжении 30 лет Бесспорно были в их ведении. 4. Вселенский, 17. 6. 25. Спор об них разрешается областным собором, Ексархом или Патриархом там же. В случае устроения нового города Распределение приходов должно следовать Гражданскому и земскому порядку. 4. 17. 6. 38. Присещение Евхаристия Священнослужители при совершении приношения Не пресещающиеся без благословной причины Отлучаются Апостольский, 8. 5. Верные, не пребывающие в церкви на молитве до конца И отпрощающие от святого пресещения Отлучаются Апостольское, 9. 1. Антиохийский, 2. Хотящий пресеститься должен приступить, Сложив руки во образ креста И вместо руки не должно иметь Из золота или иного вещества Некоего вместилища Для принятия божественного дара 6. Вселенский, 101. Всякий, отходящий от всего жития Должен сподобляться пресещения 1. 13. Карфагенский, 7. Григорий Ницкий, 2. 5. Муж и жена, переспавшие ночью, Поутру не должны пресещаться Тимофей, 5. Жена, находящаяся в очищении, Не должна пресещаться, доколе не очиститься Тимофея, 7. Дионисий Александрийский, 2. Готовящийся к пресещению И нечаянно проглотивший воду Может пресеститься Тимофей, 16. Безмойма из верных, если не хулит, Может пресещаться по временам Тимофея, 3. Имеющий нечистое сновидение Да испытывает свою совесть Если искушение от сатаны Должен пресеститься Дионисий Александрийский, 4. Тимофей, 12. Кто думает, что не должно Принимать пресещение от пресвитера Вступившего в брак Тот подклятвою Гангарский, 4. О пресещении, находящейся под эпитемьею Смотри, эпитемья Прокаженный Прокаженным должно молиться Собуреваемыми Анкирский, 17. Пророк Против пророков никто не действовал Безбедно Карфагенский, 5. Псалом Не должно читать в церкви псалмы Несвященное Ладикийский, 59. Не совокуплять псалмы Один к другому непрерывно Но через промежуток По каждому псалме Должно быть Стенье Ладикийский, 17. Пустынник Так называемых пустынников Которые в черных одеждах И с отращенными волосами Обращаются по городам Среди мирских мужей и жен Определять в монастырь Или выгонять в пустыню Пьянство Предающиеся вину Священнослужители Должны быть извержены А низшие клирики и миряне Отлучены, ежели не перестанут Апостольское правило 42-43 Певец церковный Певцам не должно носить орария Ладикийский, 23. Певец преданной игре или вину Если не перестанет, должен быть отлучен Апостольское, 43 Пение Церкви не должно употреблять Бесчинных воплей Но петь со вниманием и умилением 6-й вселенский, 75 Только состоящим в клире Петь в церквах Ладикийский, 15. Пятидесятница В одни пятьдесятницы не преклонять колено Молиться стоя 1-й вселенский, 20 Песень тресвятая Прибавляясь к ней слова Святые и бессмертные Не должно присоединять слов Распныся за ны 6-й вселенский, 82 Итог В пятницу по преданию Заповедано постить Ради страданий Господа Петр Александрийский, 15 Раб Раба Раба не принимать в монашество Ни в клир без согласия Господина Апостольское, 82 4-й и 4 Раба отпускается на свободу При трех свидетелях 6-й, 85 Раб под предлогом благочестия Не должен уклоняться От служения своему господину Гангерский, 3 Раба, вышедшая замуж Против воли господина Блудодействует Василий, 42 Насилованная своим господином Не повинна Василий, 49 А вдовевшая же и согласится Под видом похищения На второй брак Не должна быть обвиняема А только подлежать И пятими двоебратья Василий, 53 Разбойник Взаимно поражающие Разбойников осуждаются Василий, 55 Разбойник судится Как человека-убийца Григорий Низкий, 6 Развод Непозволителен Кроме случаев прелюбодеяния Жена не должна разводиться С мужем Потому что бьет ее Что тратит ее имение Что он неверный Василий, 9 Муж не может развестись с женой Потому что она Одержима злым духом Тимофею, 15 Раскол Пресвитер, производящий раскол Придается анафеме Карфагенской, 10-11 Что есть раскольник Василий, 1 С раскольниками Или отщепенцами Молиться не должно Ладикийский, 33 Против неистовства Раскольников Должно просить помощи У царей Карфагенский, 104 Раскольническое крещение Должно принимать Василий, 1 Из обретшихся раскольников Енкратитов Василий Великий Принял двух На епископскую кафедру Там же Распление Бывающей насилием Не должны Обращаться В обвинение Распленным Василий, 49 Родителям Не должно Оставлять своих детей Под предлогом Отшельничества Гангарский, 15 Родство духовное По духу Важнее Саинза по телу Восприимающие Детей От святого крещения Не должны Вступать в брак С матерями Их вдовствующими 6 Вселенский, 53 Родство Плотское Не должно Вступать в брак С дочерью Брата своего Отцу и сыну С матерью И дочерью Отцу и сыну С двумя девицами Сестрами Матери и дочери С двумя братьями Двум братьям С двумя сестрами Жене С двумя братьями Мужу С двумя сестрами 6-й вселенский, 54 Василий, 78 Рождество Христова Дева родила Неиместимое Слово Пачи ума И Слово Божественное Рождение Девы Как бессеменно Бывшее Должно Исповедоваться Безболезненным А посему Верным Не должно По дне Рождества Христова Приготовлять И передавать Хлебного печенья Будто бы В честь Болезни Рождение Девы Марии 6-й вселенский, 79 Роскошь Должна быть Сужда Священнического Чина И состояния 7-й вселенский, 16 Рост Никто Из Пречисленных Клиру Не должен Брать Роста Сдаваемого Им Взаем Другому Апостольская 44 1-й 17-й 6-й 10 Ладитийский 4-й Карфагенский 21 Виновный Ежели не Пристанет Лишается Сана Апостольская 44 1-й 17-й 6-го 10 Рукоположение Рукоположение должно быть По испытанию Согласием Священства Не тайно Но среди Церкви В присутствии Народа И превозглашение Епископа Феофила 7 Поставляемые Должны быть Поставляемы Только от Своих Епископов Сардикийский Поместного Собора 15-е Правило Не должно Рукополагать Инофе Как с назначением Именно К известной Церкви Или в монастырь 4-й Вселенский 6-й Рукополагаемые Должны получать От рукополагающих Грамоты Со значением Года И дня Рукоположения Карфагенского Никто не Рукополагается Вторично В ту же степень Апостольская 68 Карфагенская 36 59 Только Принявшие Рукоположение От еретиков Могут принимать Снова Рукоположение От православных Епископов Апостольская 68 Василия 1 Поклявшихся Не принимать Рукоположение Не должно Принуждать Нарушать Клятву Василия 10 Решение При прикословиях Дело Решается Большинством Голосов 1 Вселенский 6 Антиохийский 19 Согласны Решение Епископов Должно Быть Твердым Антиохийский 15 Самоубийца Приношение За самоубийц Не бывает Тимофеевич 14 Сборище Народное Народному Сборище Непозволительно Избирать Священство Ладий Кийский 13 Свидетель Против Епископа По церковным Делам Не должно Быть Принимаемых Свидетели Неверные Елены Или Иудеи Карфагенский 144 Еретики Апостольская 75 Второй Вселенский 6 Раскольники Изверженные За вины Из клира Или Из разряда Миряны Отлученные Сами Прежде Подвергшиеся Доносы Еще не Очистившиеся От обвинения Второй Вселенский 6 Опороченные Карфагенский 8 28 И даже Правоверные Ежелион 1 Апостольская 75 Первый Вселенский 2 Против Епископа И всех Принадлежащих Клиру Не должны Быть Принимаемы Те От которых Не положено Принимать Доносов Представлены Доносителями Из своего Дома Малолетние Менее 14 Лет Карфагенский 146 И те Которые Прежде Сами Судили То Дело По Которому Призываются Свидетельствовать Карфагенский 70 Святотатство Считается Тяжкой Болезнью Григорий Низкий 6 Впрочем Предания Матерфисским Святотатцам Определенная Пятимья Меньшая Нежели Прелюбодеям Григорий Низкий 8 Похитивший Алтарный Священный Сосуд Или Одежду Для Собственной Корысти Или Обративший На Употребление Несвященное Извергается Двукратное Действие Кто Похитит Из церкви Воск Или Елей Должен Быть Отлучен И Возвратить Пятерицию Апостольская 72 Священство Приемлющим Священническое Достоинство Должно Поучаться В оправданиях И словах Господних Ибо Сущность Нашей Иерархии Составляет Истинное Ведение Божественных Писаний 7 Вселенский 2 Сборище Народному Не позволяется Избирать Во священство Лаиндикийский 13 Священные места Нерассудительно Обращающие Священные места В обыкновенные И обращающиеся Около их Небрежно И с таким Расположением В них Пребывающие Должны быть Изгоняемы И из мест Предоставленных Оглашенным 6 97 Село Сельский В селах Не поставлять Епископов Но Переодевтов Лаиндикийский 57 Сельские Пресвитеры Не могут Священодействовать В городской Церкви В присутствии Епископов Или Пресвитеров Града Некий Сарийский 13 Симония Благодать Святого Духа Непродаема 6 23 Посему Поставляющих И поставленных За деньги Или за дары Равно И посредствующих Всем деле Должно И низвергать Со степени И должности А мирян И монахов Предавать Анафеме Апостольское 24 4 2 6 22 7 5 19 Взять же За рукоположение Когда бы то ни было Прежде ли После ли Во время ли Рукоположение Все равно Василий 90 Геннадий Тарасий Кто из Епископов Или пресвитеров Требует За преподание Святого Причастия Денег Или чего Иного Тот должен быть Извержен 6 23 Кто за деньги Принимает В монашество Тот Также Должен Быть Извержен 7 19 Синагога В Иудейскую Синагогу Не должно Ходить Не носить Туда Илея Не возжигать Связь В их Празднике Апостольское 65 71 Скверно А сквернеет Собственно Душевная Скверно Апостольское 77 Скопец Кто Сделался Скопцом От человеческого Насилия Или во время Гонения От варваров Или от врачей По болезни Или так Родился Тот Может быть В клирии И ежели Достоин Даже Епископом Апостольское 21 Первый Вселенский 1 Но кто Скопил Сам себя Тот Ежели Клирик Извергается А ежели Мирянин Не принимается В клир И на 3 Года Отлучается От Таинства Апостольское 22 23 24 Первый Вселенский 1 Скопцы Ни из священного Чина Ни миряни Не должны Иметь при себе Женщины Или рабыни Кроме жены Матери Сестры Тетки И других Лиц Чуждых Подозрения Первый 3 Шестой Вселенский 5 Скопивший Другого Или своеручно Или посредством Повеления Беспобуждающий К всему Болезни Ежели Принадлежит Священному Чину Извергается А ежели Мирянин Отлучается Двукратный 8 Скотоложник Принимается В общение После эпитемии 15-летней Василий 7 63 Или более Григорий Низкий 4 А иногда Только при Исходе Жизни Смотря По возрасту И другим Обстоятельствам Анкирский 16 Молится Собуреваемыми Анкирский 17 Словословие Со Святым Духом Принято От неписанных Апостольских Преданий Василий 92 Слово Божие Слушающие И Исполняющие Его Должны Укорять Себя Тимофея 17 Служитель Низшему Служителю Не носить Арария И не оставлять Двери Церковной Ладике 22 Слушание Вторая Степень Эпитемии Для Кающихся Внутри Враг В притворе Грешник Должен Стоять Только До моления Об оглашенных Григорий Екисарийский 12 Смех Над телесными Недостатками Других Не должно Смеяться Апостольское Правило 57 Смехотворцем Быть Совершенно Возбраняется 6 51 Смех Не должно Поставлять Смехи Внутри Священных Аград Или иные Купли Производить 6 Вселенский 77 Соблазнение Верные Не должны Подавать Соблазна 6 Вселенский 47 Собор Поместный Что такое Собор Поместный Собор Поместный Есть Собор Епископа В какой Либо Области 1 5 Из Таковых Собор Совершенный Есть Тот На котором Присутствует Спросиме И Митрополит Антиохийский 16 Время Собрания Собора Поместного По-древнему Дважды В год Апостол 37 1 5 4 19 Антиохийский 20 А после По разным Неудобствам Положено Чтобы они Были Однажды В год 6 8 7 6 Карфагенский 27 Для Собрания На собор Сперва Назначалась 4 Неделя Пятидесятницы И 12 Или 15 День Октября Апостольская 37 Антиохийский 20 Потом Время Придь Четыре Десятницы И Около Осеннего Времени 1 5 Наконец 21 Августа Карфагенский 84 Всецелому Собору Не 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 Кто Должен Созывать Собор Никому Не Позволяется Собора Самому По Себе Антиохийский 20 Соборы Должны Быть Собираемы По Назначению Митрополита Или Областного Епископа Через Послание Антиохийский 19 20 Из Кого Собор Должен Составлять Все На Собор Должны Собираться Все Епископы Области 1 5 4 19 6 8 Кроме Тех Коим Есть Препятствие Карфагенский 87 Кто Из Епископов Не Явится На Собор Без Причины Тот Винит Сам Себя Ладийский 40 И Подвергается Эпитемии 4 4 19 6 8 Карфагенский 87 88 Занимающие В областях Первые Кафедры Должны Присылать Своих Соборов Двух Или Сколько Изберут Местоблюстителей Дабы Составившееся Собрание Могло Иметь Совершенное Полномочие Карфагенский 27 Исключение Касательно Триполя По Скудости Страны Карфагенский 14 Мера Облегчения Для Епископов При Особенной Продолжительности Собора Карфагенский 141 142 Ежели Какой Начальник Возбраняет Собрание Собора То Должен Быть Отлучен 7 6 Митрополит Требующий Какой Либо Вещи С Епископа Прибывшего Собор Довоздаст Светверицею 7 Вселенский 6 Предмет Действий Собора Областной Собор Благоучреждает Дела Своей Области 2 2 Он Рассуждает О догматах Благочестия Разрешает Церковные Прикословия Апостольская 37 7 6 И Сомнительные Случаи Антиохийский 20 Разбирает Жалобы На Епископа 1 5 Решает Споры Епископов О приходах 4 17 6 25 Исправляет Определение Меньшего Собора Карфагенский 43 Избирает Испоставляет Епископа 1 4 4 28 7 3 Антиохийский 19 23 Ладикийский 12 Карфагенский 13 Судит Епископа Смотри Суд Собор Собор Вселенский Что есть Собор Вселенский 1 Вселенский 2 Какие именно Вселенские Соборы 1 Вселенский Собор Состоявший Из 318 Святых И Блаженных Отцов В Никее Собравшийся При Константине Царе На Нечестивого Ария Открыл Ияснил Единосущие В трех Ипостасях Богоначального Естества Научил Верных Поклоняться Единым Поклонением Отцу И Сыну И Святому Духу И Испроверкал Учения О неравных Степенях Божества 6 1 Кроме Веры Определенной От святых Отцов Собравшихся Духом Святым В Никее Иной Никому Не Слагать Не Представлять Представлять И Не Предлагать Третий Вселенский Семь Второй Вселенский Собор Состоявший Из 150 Отцов В Константинополе Собравшись При великом Императоре Феодосии Сей Собор Дополнил Никейское Исповедание Веры Богословствующими Изречениями О Святом Духе Отринул Македонии Дерзнувшего Почитать Владыку Рабом И Хотевшего Пресечь Несекомую Единицу И Осудила Полинария И Сестива Учившего Будто Бы Господь Принял Тело Без Души И Ума Шестой Вселенский Первое Третий Вселенский Собор Состоявший Из Двухсот Отцов Собравшихся В Ефесе При императоре Феодосии Сыне Аркадия Он Утвердил Что Единый Тот же Христос Сын Божий И Воплотившийся Родивший Его Преснодева И Собственная Истинная Богородица А Безумное Разделение Нестория Которую Учил Что Христос Есть Отдельно Человек И Отдельно Бог Отверг Шестой Первое Четвертый Вселенский Собор Состоявший Из Шестисот Тридцати Отцов Собравшихся В Халкидоне При императоре Маркиане Он Утвердил Что Единый Тот же Христос Сын Божий Состоит Из Двух Естеств А Своей Мудрого Евтихия Учившего Что Великая Таинство Спасения Совершалась Призраком Извергнул Из Церкви А С Ним Не История Утверждавшего Разделение Естеств И Диаскора С Признававшего Смешение Сих Естеств Шестой Вселенский Первый Пятый Вселенский Собор Состоявший Из 165 Отцов Собравшийся В Константинополе При Юстиниане Он Отрину Феодора Мопсветского Нестория Учителя Оригена Дидима Ивагрия Возобновивших Еленские Басни О Прихождении И Превращении Некоторых Тел И Душ И Нездравомысленно Восстававших Против Воскресения Мертвых Также Писанные Феодоритом Против Правой Веры И Против Двенадцати Глав Блаженного Кирилла И Так Называемое Письмо Ивы Шестой Первое Шестой Вселенский Собор Собравшийся В Константинополе При императоре Константине Изнеснил Что Нам Должно Исповедовать Два Естественные Хотения И Две Воли И Два Естественные Действия Воплотившимся Ради Нашего Спасения Едином Господе Нашем Иисусе Христе Истинном Боге Он Принял И утвердил Веру Догматы И правила Предшествовавших Ему Православных Вселенских И поместных Соборов И Святых Отцов И Определил Не прибавлять Чего-либо К ним Не убавлять Седьмой Седьмой Вселенский Восемь Дерзающий Собор 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 Клирик должен быть извержен, а мирянин удален от общения 6.80. Кто учит невозбранно пренебрегать Дом Божий, и бывающее в нем собрание, тот под клятвою. Гангарские пять. Чуждающихся собрания одной церкви не принимать и в другой. Антиохийский два. Собрание самочинное, отдельное. Самочинное сборище и суть собрания, составляемое непокоримыми пресвитерами или епископами и ненаученным народом. Василий один. Кто составляет особое собрание, кроме церкви, и презирает церковь, хочет творить церковное, не имея с собой пресвитера по воле епископа, тот под клятвою. Гангарских шесть. Священнослужитель, презрев епископа, отдельно делающий собрание и поставляющий жертвенник, а призывающий епископа, не слушающий, извергается. Упорный и возмущающий церковь должен быть украшаем внешней властью. Апостольская 31, Антиохийский 5. Пресвитер, осужденный от своего епископа по гордости, отдельно приносящий Богу святые дары, подлежит клятве. Карфагенский 10.11. Впрочем, прежде осуждения пресвитера, удаляющегося от епископа, нужно рассмотрение, не имеет ли он справедливых жалоб на епископа. Карфагенский 11. Находящийся в самосинных сборищах, исправлять приличным покаянием и опять присоединять к церкви. Василий 1. Находящийся в церковных степенях, отступив от церкви и покаявшись, иногда принимается в том же чин, в тот же Василий 1. Согласие Вопреки своему согласию или подписанию не должно поступать. Карфагенский 13. Соумышление Запрещение Запрещено 4.18.6.34 Серебро Тем, который откупается от гонителей за веру серебром, не должно поставлять всего в вину. Петр Александрийский 12. Среда Среду надо напаститься по причине, составленной иудеями Совета о предании Господа. Петр Александрийский 15. Степень церковная Избрание церковной степени не должно быть в присутствии слушающих. Ладикийский 5. Церковную степень не должно избирать сборище народному. Ладикийский 13. Для каждой степени священства предоставляется не слишком малое время. Сардийский 10. Стояние купно с верными. Четвертая степень эпитемии для кающихся. Кающиеся стоят с верными во всю литургию, но без причащения. Григорий Некий Сарийский 12. Странный Странных не принимать без мирных грамот. Антиортический 7. Странным епископ может помогать из церковного имущества. Апостольская 41. Антиохийский 25. Суббота. Христианам не должно праздновать субботу с иудеями. Ладикийский 29. Субботу строгость поста воспрещается. Апостольская 64. 6. 55. И в святую четыре десятницу. 6. Вселенский 55. Кроме субботы великой. Апостольская 64. В субботу читать и Евангелие с другими писаниями. Ладикийский 16. Суд. Общее положение. Суд должен производиться не по вражде, пристрастию и человекоугодию. Карфагенский 16. Обвиняемый может отводить подозреваемых им судей. Кирилл 1. И может просить нужного времени для своего защищения там же. Свидетели и обвинители против епископа и всех клириков. По делам церковным. Епископа обвинять могут только люди, вероятия достойные. Апостольская 74. Не должно принимать доносов на епископов и клириков от всех без исследования. А должно предварительно исследовать общественное о них мнение. 4. 21. Не принимается на епископа и клириков обвинение от еретиков, еленов и иудеев. От осужденных и изверженных клириков и отлученных мирян. Также от подсудимых и от тех, которые сами подверглись доносу. 2. Вселенский 6. Карфагенский 143. От опороченных и неблагонравных. Карфагенский 8. От всех рабов и от отпущенников, тех самых, на которых доносить хотят. Карфагенский 145. От тех, которые сие же самое дело прежде рассматривали или при рассмотрении его присутствовали. И от их домашних. Карфагенска 70. От тех, коих гражданские законы не допускают к доносам. Карфагенска 144. А от тех, на которых лежит пятно бесчестия, как-то от позоричных и от лиц к срамным делам прикосновенных. Карфагенска 144. От доносителей, у которых одно из многих приносимых ими обвинений уже было исследовано и осталось недоказанным. Карфагенска 145. Обвинение от одного, а даже епископа, не приемлется. Карфагенска 147. Частную жалобу на епископа и клириков на, например, в притязании ими-имении или в иной обиде, должно принимать от всякого лица. Второй вселенский 6. Карфагенский 28. 144. Порядок судопроизводства над епископом. Доносители, ничем не опороченные, должны представлять свои обвинения на епископа всем епископам области и подтверждать их перед ними доводами. Второй вселенский 6. Епископа судит собор. Апостольская 74. Константинопольский. По невозможности собрать собору, епископа судит 12 епископов. Карфагенский 12. Если епископ области не восстановят порядка, то обвинители должны обратиться к большему собору, впрочем, не иначе как письменно, поставив себя под страхом одинакового наказания с обвиняемым, если окажутся клевещущими. Второй. 6. Обвинитель против епископа должен представить дело к первенствующему в области, и обвиняемый не должен быть отчужден от общения, разве не явится суд в назначенный срок. Карфагенский 28. На суд епископ должен явиться лично. Апостольская 74. В месячное, по нужде, в двухмесячный срок. Пропустив срок, он не должен быть в общении, доколе не очистить себя по делу. Карфагенская 28. Ежели он не явится на суд и по третьему вызове через двух епископов, то подвергается решению, какое угодно будет произнести о нем собору. Апостольская 74. Карфагенская 28. Но ежели доноситель во время рассмотрения его дела скроется, то епископ принимается в общении, а тот лишает сообщения. Ежели он во время течения дела чем-либо будет опорочен, то обвинение от него не принимается. Карфагенский 28. Ежели судящий епископа разрознится во мнениях, то епископ Митрополий должен призвать на совещание несколько епископов из ближайшей области. Антиохийской 14. И патриарх не может отрешить подвластного себе епископа без собора, но должен предложить его дело рассмотрению собора в своем присутствии. Кирилл 1. Порядок судопроизводства над пресвитерами, диаконами и другими, находящимися в клире, учреждается на тех же главных правилах, как и над епископами. Карфагенский 29. Особенности суть следующие. Пресвитера судят шесть епископов и свой, а диакона три. Карфагенский 12. Дела по винам прочих клириков рассматривает и оканчивает один местный епископ. Карфагенский 29. Клирика не извергать по одному подозрению. Феофил 6. От клириков, на которых бывает донос, если не представить доказательств своей невинности в течение года, не принимается оправдание. Карфагенский 90. Дела по неудовольствию на бывший суд апелляционные. Неуместность перенесения дел. Не переносить дел о духовных лицах, а суда церковного, светским судилищем. 4. Вселенский 9. Карфагенский 15. 117. От судей, собранных по согласию обеих судящихся сторон. Карфагенский 17. 107. 136. От всех епископов области, произнесших согласный приговор. Антиохийский 15. Ежели обвиняемый не может доказать, что дело его требует вторичного суждения. Сардийский 3. Порядок дел сего рода. Жалобы пресвитеров и прочих клириков на своих епископов должны выслушивать соседние епископы и согласие собственных их епископов прекращать возникшие неудовольствия. От всех может перенести дело к первенствующим епископам областей. Карфагенский 11. 137. 139. Сардийский 14. Именно к митрополиту 4. 9. А от всех к экзарху Великой области или на востоке к престолу Константинопольскому 4. 9. 17. А на западе к престолу Римскому епископу. Сардийский 3. 4. 5. Но с востока и юга никто не должен обращаться с жалобой за море, то есть к Римскому епископу. Карфагенский 37. 139. Клириков, каком бы он ни был степени осужденного судом епископов, не должно защищать от наказания церковь, в которой он служил, и никакой человек. Карфагенский 73. 139. Суеверие. Алтари, поставленные по суеверию. Смотри, слово «алтарь». Тадьба разделяется на разбойничество и тайное хищение. Григорий Ницкий 6. Похитивший что-либо разбойнически подвергается эпитемии человека-убийц. Григорий Ницкий 6. Клирики, облеченные в тайной тадьбе, извергаются, но не отмучаются. Апостольское 25. Мирнин, укравший и сам раскаившийся, удаляется от пресечения на год. А облеченный на два года, Василий 61, тайно похитивший что-либо и исповедавший в том священнику, должен врачевать свой недуг раздаянием своего имения нищим или телесными трудами для пропитания и подаяния нуждающемуся. Григорий Ницкий 6. Трои жениц. Третий брак есть не чистота в церкви, но лучше любодеяния. Василий 50. Трои женица подвергается эпитемии. Василий 4. 80. Троица. Единство святые Троицы не имеет никакого различия касательно существа. Карфагенский 2. Телесный недостаток не оскверняет, а душевная скверна. Апостольский 77. Смеющийся над имеющим телесные недостатки отлучается. Апостольский 57. Убийство. Убийца есть тот, кто нанес ближнему смертный удар. Он ли первый нанес удар или отмщал. Василий 43. Убийство может быть вольное или намеренное. Близ вольное или близ намеренное. Невольное или ненамеренное. И убийство на войне. Убийство вольное. Григорий Низский 5. Василий 8. Вольными убийцами признаются. Во гневе на жену свою употребивший секиру и убивший ее. Употребивший против кого-либо меч. Также бросивший в кого-либо секиру или подобное, что и убивший. Убивающий на разбое и в неприятельских нашествиях. Напоивший кого-либо тайным составом, хотя бы то было для иной причины, и умертвивший. Жены, дающие врачебные составы для привлечения в любовь и умерщвляющие. Дающие приемлющие врачебство для умерщвления зачатого в утробе. 6-й вселенский 91. Василий 8. Анкирский 21. Женщина, родившая в пути и имея возможность сохранить рожденное, пренебрегшая, думая тем, сокрыть свой грех. Василий 33. 52. И пятимия за вольные убийства 20-летние и более. Анкирский 22. Григорий Ницкий 5. Василий 56. А за тето убийства в очреве 10-летние. Василий 2. Убийство близвольное. Есть, когда кто-нибудь в гневе или в страсти, защищая себя в драке, наносит своему противнику удар в опасное место. Или, когда кто дерется с кем-нибудь тяжелым железом, желая, впрочем, причинить ему только боль, а не смерть. Василий 8. Эпи-темья за сие 11-летние. Василий 11. Клирик должен быть извержен. Апостольская 66. Убийство невольное. Есть то, когда кто убьет кого случайно, не имея намерения на то, а имея какое-либо совершенно другое намерение. Григорий Ницкий 5. Например, когда кто бросит камень в пса или в дерево и умертвит человека. Или желая исправить кого-либо, и ударивший ремнем или железом, не тяжелым. Ненамеренно умертвит. Василий 8. Эпи-темья за сие 5-летние и более. Василий 57. Григорий Ницкий 5. Анхирский 23. Продолжать или сократить эпи-темью за невольное убийство предоставлено благоразумие пастырей. Василий 54. Невольный убийца не достоин священнической благодати. Григорий Ницкий 5. Убогий. Убогим по удостоверению в их бедности позволяется ходить с мирными церковными письмами, а не с представительными грамотами. 4-й вселенский 11. Укорение. Укорять себя есть часть спасения. Тимофей 17. Украшение тела должно быть чуждо священнического чина. 7-й вселенский 16. Умирающий. Отходящего от житья не должно лишать святого пресечения. 1-й вселенский 13. Карфагенский 7. Учитель. Неиспытанному не должно быть учителем других. Апостольское 80. Храм Божий. Никто не должен созидать храма без воли епископа. Смотри, алтарь. Храмы должны быть освящаемы с обычной молитвой и с положением в них святых мощей. 7-й вселенский 7. Храмы не расхищать и не превращать в обыкновенное жилище, а превращенное восстановлять. 7-й вселенский 13. Храмы Божии досточтимы. Гангрский 21. Кто учит пренебрегать Дом Божий, тот подклятвою. Гангрский 5. Не остающихся на молитве церкви до конца отлучать от церковного общения. Апостольское 9. Антиохийский 2. Не должно оставлять церкви Божией и делать особое собрание. Лаодикийский 35. Гангрский 6. Внутри храма не должно есть пиршествовать, ложа постелать и трапезу братолюбия совершать. 6-й вселенский 74. Лаодикийский 28. Карфагенский 51. Жене, находящейся в освящении, входить в храм Божий не позволяется. Не причащаться. Дионисий 2. Никто не должен вводить в храм никакого животного, кроме крайней нужды. 6-й вселенский 88. Христианин. Кто принял имя христианина и оскорбляет Христа, тому нет никакой пользы от наименования. Василий 45. Царь. Царю никто не должен досаждать, ни по правде. Апостольская 84. Никто из Клира не должен идти к царю без позволения епископа своей области. И наипаче епископа митрополии. Антиохийская 11.12. Карфагенская 112. Второй вселенский 6. Епископ может просить у царя милости, притесняемым вдовом, сиротом, осужденным и прибегающим к церкви. Царь. 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 Неходящая в церковь. Царь. 21. Разные способы присоединения к церкви и на верных. 1-й Вселенский 19, 2-й, 7-й, 6-й 95, Ладийкийский 7-й, 8-й, Василий 1-й, 47. Церковь, епархия, приход. Церковь не должна поступать к наследникам епископа или пресс-свитера. Апостольская 76. Церкви не должно долго вдовствовать или быть без предстоятеля. 3-е послание Карфагенское, 89. Случие устроения нового града распределения церковных дел и приходов должно следовать гражданским и зенским распределениям. 6-й, 38-й, 4-й, 17. Преимущество церквей должно чтить и хранить. 1-й Вселенский, 6-й, 7-й. Церковное имущество. Церковное имущество должно быть известно пресвитерам и диаконам, дабы в случае смерти епископа не смешали церковного имущества с епископским и епископского с церковным. Апостольская 40, Антиохийский, 24. Всем церковным вещам должна быть опись. Карфагенский, 42. Церковное имущество сохранять с отчаянием и благою совестью. Антиохийский, 24. Карфагенский, 42. Кирилл, 2. И употреблять законным образом. Феофил, 11. Никто не должен присвоять себе церковного достояния. Феофил, 10. Оно должно находиться в ведении и распоряжении епископа. Апостольская, 38-41. Так что от него не должно требовать отчета в расходе церковных доходов или приношений. Кирилл, 2. Он может употреблять их на нуждающихся, на свои необходимые нужды иностранных братьев. Антиохийский, 25. На вдов и убогих. Феофил, 11. Епископ для церковного имущества имеет эконома. 4, 26. Не позволяется епископу и пресвитерам присваивать что-либо из церковных вещей или дарить сродникам своим, или предоставлять им власть, управлять доходами церкви. Апостольская, 38. Антиохийский, 25. Церковные собственности не продавать никому, а в случае нужды епископы должны представлять осемь собора пресвитера епископу Карфагенский, 42, 7-й вселенский, 12. Церковь должна востребовать проданное пресвитерами имущество и ее в небытность епископа. Антирский, 15. Кто берет для своего употребления церковный, освященный, золотой или серебряный сосуд или завесу, тот должен быть отлучен. Апостольское правило, 73. Целомудрие. Епископам, пресвитерам, диаконам и всем прикасающимся к святыням должно хранить целомудрие. Карфагенский, 4, смотри, клир. Честь. Поступающий вопреки своему согласию или подписанию сам себя лишает чести. Карфагенский, 13. Защищающий от наказания осужденного клирика лишается чести. Карфагенский, 73. Четыридесятница. Четыридесятницу не должно совершать полной литургии, кроме субботы и дня воскресного. Ладийкийский, 49. Праздновать дни рождения мучеников, но совершать память их в субботы и дни воскресные. Ладийкийский, 51. Совершать браки, праздновать дни рождения. Ладийкийский, 52. В одни четыридесятницы воспрещается употреблять в пищу мясо, сыр и яйца. Даже в субботы и воскресные дни. В шестой вселенский, 56. Но должно во всю четыридесятницу поститься с сухоедением. Ладийкий, 50. Четверток, в последней седмице, святые четыридесятницы не должно разрешать поста. В шестой, 29. Ладийкийский, 50. Подвижник, разрешающий бестелесные нужды, преданные к общему соблюдению и хранимые церковью посты под клятвою. Гангский, 19. Верным прекращать пост в средние часы ночи по Великой Субботе. 6, 89. Дионисий, Александрийский, 1. Подверженные сильной телесной немощи освобождаются от поста в среду, пяток и четыридесятницу. Даже в Великую Седмицу перед Пасхою. Апостольская, 69. Могут разрешать пост употреблять вино и лей. Тимофей, 8, 10. Также жена, родившая на Великой Седмице перед Пасхой от поста, освобождается. Тимофей, 8. Четыре на десяти дневники. Второй Вселенский, 7. Шестой, 95. Чин церковный должно соблюдать. Карфагенский, 2. Чистота. Епископ и Пресвитер и Диаконов через самое посвящение обязаны узами чистоты. Карфагенский, 3. Чистый. Чистыми называли себя последователи Новато. Первый Вселенский, 8. Феофил, 12. Шестой Вселенский, 95. Василий, 1. Чистец. Кроме пострижения должен принять рукоположение 7-й Вселенский, 14. Чистам не должно носить Араря. Ладикийский, 23. Чистам, приходящим в совершенный возраст, должно или вступать в супружество, или принимать обетцело, мудрее. Карфагенский, 20. Чистецы во время богослужения не должны кланяться народу. Карфагенский, 23. Чистец, прежде брака, смесившийся со своей обручисой, по отлучению на одно лето от служения, принимается в Чистца, но без производства в высшей степени. Василий, 69. Клирик, во время бытия Чистцом, павший в блуд и потом в рукоположной, не извергается своей степени. Феофил, 1. Эконом. При архиерейском доме распоряжается церковным имуществом по воле своего епископа. 4, 26. Таковый эконом должен быть при всяком епископе. 4, 26, 7, 11. Феофил, 10. Доходы в достующей епископской церкви хранятся экономом. 4, 25. Эпитимия. Определение эпитимии и правила при ее наложении. Эпитимия есть наказание, определенное священными правилами двукратный 10 или духовное врачество приличное недугу 6, 102. Эпитимье и не должно ввергать грешника в отчаяние, не подавать повода к расслаблению жизни там же. Принявшее от Бога власть решить и вязать должны рассматривать качество греха и расположение согрешившего и жизнь до греха и после. 6, 102, 1, 2, 2, Анкирский, 5, Василий, 3, Карфагенский, 52. Достаточным к уврачеванию посчитать не время, но произволение кающегося. Григорий Ницкий, 8. Ревностному в исправлении может сократить эпитимью, Василий, 74, Григорий Ницкий, 4, 5, 6, Селенский, 102, 1, 12. Сам себя возбудивший к покаянию подлежит эпитимье снисходительнейшей, а обличенный продолжительнейшей, Григорий Ницкий, 4, 5, с неприемлемой совершенства покаяния должно поступать по преданному уставу 6, 102, Василия, 3, 1, Вселенский, 12. За одно преступление не должно налагать двух наказаний, апостольское, 25. Качество эпитимии. Эпитимии различны по различию грехов и преступлений. Эпитимия для отступников от веры, смотря отречения от веры, содействующий чем-либо греху советом или помощью и не исповедавший, но обреченный должен быть под такой же эпитимьей и столько же времени, как делатель того же самого зла. Василий, 71. Прекращение эпитимии. От злых дел обращающихся должно вводить в общение по исполнению времени, данного им для покаяния Ладикийский, 2, кающегося разрешает епископ Карфагенский, 52, а по нужде присвитерит благословение епископа Карфагенский, 7, 52. И то не открыто ни на литургии Карфагенский, 6. Накающегося, ежели его преступление было гласное, рука должна быть возлагаема в притворе храма Карфагенский, 52. Отлученный, подобленный по причине отчаяния в жизни, причащение, выздоровею, обращается к дополнению эпитемии, 1 Вселенский, 13, Григорий Ницкого, 5. Язычник. Христианам не позволяется вносить в языческое капище или не свеч возжигать, апостольская, 71. Не праздновать с язычниками, Ладикей, 39. Верным не совокупляйся браком с язычниками, разве лицо софитовающееся с лицом верным обещается принять христианскую веру. 4 Вселенский, 14, Ладикей, 10, 31, Карфагенский, 30. Ипподиакон не поставляется до 20-летнего возраста, 6 Вселенский, 15. Не должен быть на месте диаконов и касаться священных сосудов. Ладикейский собор 21 и 25 правила. Правила, не вошедшие в это издание. Кормчая напечатана с оригинала патриарха Иосифа. От редакции журнала Церковь. Книга Кормчая впервые напечатана была в России в 7158 лето 1650 год по благословению Святейшего Иосифа Патриарха Московского. Но этому изданию не суждено было выйти в свет. Ученые и исследователи книги Кормчей говорят, что только несколько экземпляров этого издания были выпущены из типографии. Они составляют большую редкость и ценятся чрезвычайно высоко. Один из таких редкостных экземпляров хранится в библиотеке Старообрядческого Рогожского кладбища в Москве под номером 146 по алфавитному каталогу 1873 года номер 120. С него и напечатано предлагаемое нами издание. Оно воспроизведено с Иосифовского оригинала с буквальной точностью. Сохранен тот же счет листов, то же количество строк в каждом листе и все знаки припинания оставлены так, как они значатся в оригинале. Текст Иосифовской Конфи ни в чем не нарушен. Допущенные в оригинале отпечатки нами оговорены, о чем скажем ниже. Патриарх Иосиф умер 15 апреля 1652 его кафедру занял патриарх Никон, посвященный в патриаршее достоинство 25 июля того же 1652 года. По его распоряжении был задержан выход в свет кормчей Иосифовского издания. Никон сам ее освидетельствовал и сделал в ней немногие и несущественные исправления и опущения, но зато сделал весьма важный для своей цели прибавление. Прибавил в начале книги статью о происхождении патриаршества в России, ясно показывавшую полную церковную самостоятельность и независимость русского патриарха наравне с прочими патриархами. А под конец книги поместил подложную грамоту святого царя Константина Папе Сильвестру. Из Иосифовской корм Чайникон выбросил целиком предисловие к православному читателю святого апостола Павла правил церковных 7 на 10 правило первое первое приходящие к таинству благоверия диаконам да приведутся к епископу или пресвитерам и да испытаны будут вины и я же ради приидоша испытавши я же о них приветшие их да свидетельствуют да испытаются же и житие и нрав их асчисуть рабы или свободны асчоба будет кто раб и свидетельствует о нем господин его да будет прият асчили же нет да будет отвержен донди же достоин явиться господину своему и асчисвидетельствует о нем господин его да будет прият правило второе рабы да учатся добрее угождать господам своим да Занихулиться слово учения. Муж оси имеет жену или жена мужа, да поучается сама себе довольна быти. Еже есть блюсти, ложа не скверна. Небрачные же, да учатся целомудрию. Асили жени, да законно женятся и посягают. Правило третье. Господин оси не оженит раба своего или рабыню, не дает мужеве. Ведай, якоблуд творит, да отлучится. Правило четвертое. Бесны же, да поучается правоверие, и да не причащается, да не же очистится. Асили же смерть приспеет, да причастится. Блудницу храняя и держа в дому своем, оси не останется того, да отлучен будет. Правило пятое. Блудница, приходя и первая к соборной церкви, аще не пристанет от блуда, да отринется. Правило шестое. На колесницах урестания творя, или самоборец, или пеш урестания творя на позорищах, или игрецем старейшина, или борец, или свирец, или гудец, или смычник, или плесец, или корчемник, да пристанут от таковых. Асили же ни, да отвергнутся. Правило седьмое. Идолом творец, приходя к благоверию, да пристанет идол и творя, ащелени, да отвержится. Правило восьмое. Воин, приходя к благоверию, да научиться, не обидите, не оклеветате, но токма доволен бытье, даруемыми ему от саря об руки. Повинуяйся оба, да будет прият. Против уже глаголя, да отвержится. Правило девятое. Скоредия творя, блудник, скотоложник, мятежник, чародейско, морох, узольник, смывая человеки, воптишь грай веруей, и баснем сказатель, встречу веруей пред лице, или ногу, или птицы, или гады забывая. Таковы за лето, да испыт они будут. Невозможно бы от злобы возникнуть и скоро. Приставшие уба от таковых, да будут приятия. Не повинующиеся же, да отвергнутся. Правило десятое. Раба у неверного господина, наложница сущий, соединен токма совокупляющиеся, прията да будет. Блудящие же соединениями, да отвержатся. Правило одиннадцатое. Верный рабу наложницу имея, или отстанет ее, или по закону да женится. Аси же есть свободно, да законно поймет ее жену. Аси ли жени, да отвержен будет. Правило двенадцатое. Еленским баснем последуя, или жидовским обычаям, Аси не приложится, отступит от того, да извержится. Правило тринадцатое. Аси кто прилежит к бывающему на позорище неистовству, или на лов упражняется сапсы, или на конное уристание, бывающее на позорище, Аси не останется того, да будет извержен. Правило четырнадцатое. Оглашенный три лета да поучается, Аси же будет подщалив, скорее да будет приятен. Не времени посмотрим на обычае. Правило пятнадцатое. Учитель, а сей мирский человек будет, искусен же слову учения, и нравом чист. Таковы да учит. Будут бы рече все научены Богом. Правило шестнадцатое. Всяк муж и жена верно, со утра восставши от сна, прежде и нех дел творения, умывшися, да помолятся. Аси ли будет некое слово книжного поучения, да имеет от всякого дела честнее. Слово благоверия. Правило семнадцать. Верен муж или жена, своя рабы милостиво да хранит, якоже и в прежних правилях заповедахом, и в посланиях научихом. Абою святую и верховную апостолу Петра и Павла, правил семнадцать. Правило первое. Ас Петр и Павел заповедаемо людям, делайте пять дней в неделю. В субботу же и в неделю да упражняется церковь, поучение ради ежа на благоверие. В субботу бытия сия твари образ и мочь. В неделю же воскресенье. Правило второе. Великую неделю сири страстную и другую, я же по ней, рекши святые Пасхи. Да не делают люди, надо праздновать сироби и свободнее. Он и оба неделя, яко страстей и есть господних, сия же яко воскресенье его. И требе есть поучатися, кто есть пострадавый воскрес и свободивый нас. Правило третье. Святое вознесение да празднует, понеже совершение и есть те же о Христе смотрение. Правило четвертое. В пятидесятницу да празднуем пришествие ради Святого Духа дарованного Христа верующим. Правило пятое. Рождества Христова праздник да празднуют. Вон же в той нечаямой благодать человеком вдана бысть. Рождением Божие Слово из Марии и Девы на спасение миру. Правило шестое. Богоявление праздник да празднуют, понеже в той день бысть явление Христово Божества свидетельствовавши Ему Отцу во крещении и утешителю Святому Духу в видении голубини показавши предстоящими свидетельствованного. Правило седьмое. Дни апостольски празднуйте. Учите либо вам быша веровать во Христа и Духа Святого достойне вас сотвориша. И Стефану первомучника день празднуйте, и прочих святых мучник почетших Христа паче своего живота. Правило восьмое. Молитвы творите с утра и в третий час, и в шестый, и в девятый, и вечер, и в куроглашение Саутрауба благодарящее, якоп просветилный Господь, привет ночь и навет день. В третий час, якоп той, осуждение от Пилата, прият Господь. В шестый же, якоп той, распят бысть Христос. В девятый же, якоп вся, поколебавшаяся владыцы, распинаему, трепещущее дерзновение злочистивых жидов, и не могуще терпеть Господне досаждение. Вечер же, благодаряще Бога, якодал есть нам ночь на покой дневных трудов. В куроглашение, по ней же благовествуется час пришествия дня наделания дел света. Правило девятое. Ащи несть мощно собирайтесь в церкви неверных ради еретик, в дому собирайтесь на пение. О, епископе, да не внедит благочестивый церковь нечестивых, не место бы освящает человека, но человек место. Правило десятое. Ащи же нечестивие держат место, добегаешь от него, понеже осквернено бысть от них, якоже бы преподобнее святители освящают. Така нечестивие оскверняют. Правило одиннадцатое. Ащи же ни в дому купно, ни в церкви собрать, если несть мощно. Кожда себе да поед, и да посчитает, и да молится. Или купно два, или три, и дежа баща рече Господь, два, или три собране от имени моем, то есть им посреди их. Правило двенадцатое. Верный соглашенным ни в дому да не молится кое-бо общение свету ко тьме. Правило тринадцатое. Верен муж с рабою, или жена верна с рабом своим смешающейся. Или да отступит от того, а сели жени да отвергнутся. Правило четырнадцатое. Творите усопшим третины вопсал мех и в молитвах воскресшего ради тревневно и девятины на воспоминания сущих здеусопших и четыре десять дней по ветхому закону якажи и жидовские люди плакавшиеся Моисея ради и на всякое лето память им творите и от имени их раздавайте нищим на воспоминания их. Все же облаговерны глаголем за нечестиво уважащие всего мира богатства раздася нищим никое же пользы сотвориши ему ему же живу живу сущу враг бе богу яви есть яко и по смерти ибо нест неправда от бога праведен богосподь и правду возлюби и сей человек и дела его и ты воздашь и кому жда по делам его правило пятнадцатое на памяти же их взываемые с облагочением едите и со страхом божиим яко могуще молитесь о приставшихся присвятели бы и диаконих Христов Исуще трезвитесь и должны есть и всегда и к себе и каинем да возможно и бесчинные наказывайте правило шестнадцатое глаголит бы писание властители яры сущи вина да не пьют да не упившись забудут премудрость и правость судите невозмогут присвятели же диаконих с Богом Сидержителем и с возлюбленным Его Сыном власть или суть церковная все же рехом не яко же да не пьют ежебо не пить и досаждение есть бывшие от Бога твари на веселье но да не упиваются не речи в описании не пить и вина но что речи не пить и вина в пьянство и пакеричи терния растет в руку пьяницы все же не о причетницах кто к моряков рехам но и о всех христианах людях на них же наречено быть имя Господа Бога нашего Иисуса Христа и к тем и к тем боречено быть кому горе кому мятеж кому молва кому скоредие кому мерзость кому синие очи кому сокрушение вообще не пребывающим ли в вине и смотрящим где пирови бывают правило 17 гонимые за веру и от градов во град бегающие поминающие слово Господне приемлюте сведящего зная яко дух бодр плоть же немощно бегают и расхищение имение приемлет да без отвержения в себе имя Господне соблюдут подавайте оба таковым я же на потребу заповедь Господне исполняюще всех святых апостол купно два правила правило первое каждого данном ему чинуда пребывает и не приступайте заповедей не судьба наша но Божия яко же речи Господь слушая вас меня слушает и слушая меня слушает пославшего меня и вас отметая и меня отметается и меня отметая отмещет пославшего меня правило второе восхищающие недарованное им раздражает Бога яко же сынови Корееви и Иозия царь ни диаконова приносить жертвы нест достойно ни крестите кого ни благословения мало и велико сотворите така же ни пресвитеру нест достойно поставления творите и развращать чин священнический яко же дерзнувы таковая не с нами борется но с великим архиереем Христом а чего Филипп скопса крестив и она не меня Павла но не сама себе восхитисто святительского чина но от Бога прияста власть от несочетанного архиерея конец прияша с Богом святых апостол пресвитная правила правила оглавления их не вошедшие в правила искорничей при патриархе Иосифе от послания собора Константина Града к мартире епископу антиохийскому как о приемате еретики к соборной церкви приходящей лист 293 главы великие церкви святые Софии я же запечатана золотой печатью царя Истинеана о рабе прибегающих церковь правил 6 святого Дмитрия епископа Кизического о Аковитах и о Хацицарях и о Мессолинях и же глаголит Богомилы Петра архиепископа Александрийского к Бенецкому епископу о пяти патриархах и о опреснаках блаженного Нила Чернолиста послания к Хараклею пресвитеру сурово нападающему на согрешающих От свитка нового заповеди благочестила Истинеана царя о поставлении епископов и причетников и о прочем строении всего пречица Глав 87 Лист 300 Новые заповеди три преснопамятного царя Алексея Комнина Аежи якоподобает и рабы поставлять и в священнический чин и Аежи Игда сотворит Иерея молитву на обручение брака и таковому обручении неразрушиму быти от различных граней Истинеана царя новых заповедей главы избранных различных избрания закона богом данного израильтянам через Моисея закон судный людям царя Константина Великого глав 32 Никиты Мниха и пресвитера монастыря Студийского послания к латинам и о преснаках в нем же и о субботнем посте великие четыридесятницы и о времени службы бываемом великий пост и о браках иереевых и о бритии бороды и о растящих волосы сказания о различии ересей и же имеют фриази и прочие латини глав 27 Закона городского главы различны в четыре десяти гранях от них же два десять осьмая грань о поставлении епископ и пресвитер Леона премудрого Константина верную царю главизное о совещании обручения и о браках и о иных различных гинах лист 494 о тайне супружества сиесть законного брака и разочтение о сродствах о беззаконных браках сиесть о кровосмешении свиток соборной святого сесиния архиеписопа Константина Града изложение рекше воспоминания церковного соединения святых отцов собравшихся в Константинеграде при Константине и Романе вопросы правильные и ответы святого собора бывшего во дни пресвященного патриарха Николы Константинограда вопросы Константина Памфилийского и ответы приблаженного митрополита Никиты Иераклийского святого Мефодия патриарха Константинограда завещание о отвергшихся Христа и осквернившихся различными образы в нем же и о оглашенных Лист 587 Толкование священнических одеждах и правила святого Иоанна Милостива и о Иереях не облачающихся во утренних и вечерних службах во вся священная одежда Святого Никифора патриарха Константина Града Исповедника Исущих с ним святых отец правил 23 о церковных чинениях ответы Иоанна священнического епископа Китрожского к священнейшему епископу Драчскому Кавасилу о хиротонии рекшего рукоположения в святительском новопоставленном иереи ответы правильной Тимофея святейшего архиепископа Александрийского Святого Василия Великого запрещение инокам Сказание о мантии патриархове митрополитове архиепископе и что есть именование патриарха митрополита архиепископа епископа архимандрита игумена протопопа пресвитера архидиакона протодиакона и диакона Святого Анастасия Синаевского вопросы и ответы о различных винах Тимофея пресвитера Великая Церковь и сосудохранители Пречистые Богородицы в Халкопрати о различении приходящих от ересеек благочестивей нашей вере преподобного Никона и сглашения от божественных правил богоносилых соборов и особь святых отец бывших як и един Дух Святый и действовав в поместных же вселенских соборях и подавая даже до кончины века христианам божественное тех храните правила а не непщивайте вины агрессиях и окажите кто некое от божественных правил истощивайте или возбраняйте начнет повинен есть по таковому правилу и запрещение при мати лист 637 по всем описания святые сия книги глаголем их кормчей и возражения к любезным читателям лист 642 божественного нет 28 сия сия узнаван вpering «На наня были не